Камера пошла. Здравствуйте, пациентка инкогнито. Обращаюсь к вам. Здравствуйте, Джордж. Здравствуйте, уважаемые слушатели, гости, посетители канала врача-психиатра Горбатова на платформе YouTube. Сегодня я провожу очередную консультацию в рамках моего проекта «Инкогнито» на YouTube. Ну и, как всегда, сообщаю вам, что я ничего пациентки не знаю, кроме того, что при проведении короткой, там, несколько минут инструктивной такой беседы, я знаю, где пациентка живет. Но это мне надо. А вам, уважаемые слушатели, не представляет никакого интереса, а для больной это важно, для пациентки. Почему? Для того, чтобы все-таки ее конфиденциальность была сохранена. Так, пациентка инкогнито. Значит, я сейчас произнесу несколько фраз, а вы потом, значит, дадите мне ответ. Значит, я пациентка инкогнито, разрешаю доктору Горбатову Джорджу, при условии сохранения им моих конфиденциальных данных, что такое конфиденциальные данные, имя, фамилии, я даже фамилии не знаю, вижу такое имя там в скайпе, и это хорошо, вот, или там адрес, вот это, вот это, значит, адрес, понимаете. Значит, при сохранении им моих конфиденциальных данных, я разрешаю разместить аудиоматериалы нашей с ним сегодняшней беседы в скайпе на его канале ютуб. Так, пациентка инкогнито, вы даете разрешение? Да, я пациентка инкогнито, разрешаю Джорджу Гурбатову. Гурбатов. Ладно, всё, всё, разрешаю, спасибо. В условии полной конфиденциальности размещать наше видео. Отлично, спасибо, всё. Ну, а теперь паспортные данные. Сколько вам лет, пациентка инкогнито? 34 года. 34 года. Семейное положение? Живу с мужчиной, 5 лет. Да, это не замужем, а живёте просто с другом, спутником жизни. Так, хорошо. Следующий, детки есть? Нет. Деток нет. Так, и последний вопрос. Чем занимаетесь? Нигде, упаси боже, а чем занимаетесь? Сферу не называть, да? Просто профессию. Нет, ну, сферу, только место не сказать. Я работаю в таком-то, таком-то городах. Вот это, профессию, да. Да, это too much. Экономист в IT-компании. Отлично, всё, это частная компания, да? Да. Ну, отлично, всё, экономист. То есть, имеете высшее образование, да? Экономическое. Ну, всё, вот этого и достаточно. Хорошо, теперь, теперь, объясните мне в двух-трёх словах, почему вы 34-летняя молодая дама, 34 года, это молодой возраст, значит, ищите встреч не где-то там с друзьями, да, с молодыми людьми, а с каким-то старым пердуном-психиатром, а? Почему, а? Ответьте, пожалуйста. Что это вас заставило, а? Вот, искать помощь у психиатра, а? Я сейчас подошла к такой точке, что у меня на это и остаётся сил, наверное. Я ничего не понял, к какой точке. Я не понял, вы смеётесь, а я не понял, к какой точке. В общем, у меня в последнее время я подошла к вопросам о своём психическом здоровье более плотно, потому что изменилось качество жизни. И вот-вот сейчас оно ещё сильнее изменится. Ну, то есть, если я сейчас что-то не предприму, вот, я обратилась к психотерапевту. Не-не-не-не-не-не-не, давайте так, подождите. Вы опишите, какая проблема возникла. Так, вот. В двух-трёх стравах, штришки, а потом мы начнём, да. Короче, я последние два месяца плачу каждый день. Усталость, последний год особенно, так, последние несколько лет, ну, что-то вот прям изменилось вообще качество жизни в этом смысле. Усталость. Вот, и меня подозревают диагноз. Вот. Что подозревают? Диагноз подозревают, ну, психический. Не, а какой подозревают? Говорят, биполярная. Биполярная, да. Ну, не знаю, посмотрим. Потом, всё, я понял направление, в котором нам надо работать. Так, значит, сколько вы болеете уже, ну, вот по-настоящему, что вас уже это смущает и мешает вам жить? Год, два? Наверное, год. Год, так, год. Да, до этого как бы терпимо так ещё, но я чувствую, что-то не так происходит. Но год у меня такое ощущение, что вот из-под контроля выходят ситуации, да, напрягают. Хорошо, хорошо. Причина есть для этого внешняя? Работа, молодой человек. Да, мне кажется, да. Нагрузки большие. Эмоциональные, интеллектуальные, финансовые. У меня сейчас большие долги. Появилась ипотека, ремонты, перевод по работе, защита проектов, профукало проекты, конфликты с коллегами. Что-то прям всё сразу пошло. Подождите, что профукали? Ну, проекты завалило. Ну, по работе. Завалило проект? Ну, да. Нет, подождите, так если вы завалили проект, это уже болезнь? Или вы завалили, потому что не серьёзно относились к работе? Нет, серьёзно. Серьёзно. Значит, конечно, болезнь не сделать, работоспособной. Хорошо. Вот вы сказали, что два месяца вы плачете. Как плачете? Кто-то обижает вас, и вы плачете? Или как? Или просто хочется плакать? Я сейчас опять плачу. Ну, хорошо, боже мой. Как вы ведите себя естественно? Вот как хотите? Хотите плакать? Плачьте и так далее. Ну, вот вы сейчас заплакали. Почему? У меня, ну, как по двум причинам даже. И когда я думаю о работе, я очень боюсь работать, короче. Как боитесь работать? Ну, вот так. Не справляетесь с работой? Сложно заниматься? Да, сложно. Меня перевели с весны, и ну, прям очень сложно. Вот, я хочу уволиться, и у меня пока не получается. То есть, меня удерживают, ну, просят там. Я вот пока не нахожусь в себе силы. Но у меня психиатр просят тоже пока не рубить с плеча, пока надо разобраться с вопросом. Ой, короче, ну, чувствую себя некомпетентной, да, откровенно говоря. Подождите, то чувствовали себя компетентной, и вдруг стали чувствовать себя... Когда стали чувствовать, что вы некомпетентной? Сколько времени? Год? Полгода? Два? Ну, вот как меня перевели, скажем так, в другой отдел, можно сказать, на повышение как бы. То есть, вас повысили, да? Да, ну, как сказать, есть вертикальное повышение, у меня горизонтальное. Ну, более хороший отдел, да, более такой крутой. Ну, хорошо, вас это обрадовало или нет? Да, меня это обрадовало, потом огорчило. А почему огорчило? То есть, вы чувствуете, что вам сложно там работать? Да, я себя самозванцем чувствую. А кем вы работаете, бухгалтером или кем? Экономистом. Ну, а что экономист делает? В чем работа? Ну, свести бюджет, взаимодействовать. Ну, это бухгалтерская работа, по сути дела, да? Ну, это тоже, да. Да, да. Ну, я понял, я понял. То есть, что, стали мозги хуже работать? Тупить стали или как? Нет. Короче, у меня где-то весной, вот, когда самый замес всяких событий был у меня, ну, там, ремонты, то есть, это для меня очень большой стресс был. Большие долги внеплановые, еще больше долгов, еще, и вот этот перевод, много знаний, конфликты. Подождите, какие? Давайте будем уточнять. Значит, вот вы говорите, долги. Какие долги? Вы что, сами сделали какие-то ненужные долги или нужные? Ну, они нужные, вроде как, да, на ремонт, новая квартира, ну, старая новая. Так, подождите, это нужное. Ну, вы же планировали, вы взяли ипотеку, вы молодая женщина, работаете, а ваш друг помогает, участвует или нет? Ну, он помогал, но, ну, не так сильно, как я. Хотелось бы, как вам хотелось бы, понятно, да. Хорошо, значит, но вы-то сознательно взяли, вы взяли, наверное, деньги, кредит для ремонта, правильно? Когда вы брали кредит, вы же не чувствовали, что это стресс? Наоборот, приподнятость, вы что, построили квартиру, купили, да? Да, я купила квартиру. Ну, так это же радостная вещь, вы знаете, квартира это основное. Если у человека есть квартира, да еще и своя несъемная, все, у него тыл, у него такой мощный, прочный тыл, что он всегда может там, как медведь в берлоге, в самые хучи, и спрятаться, и все. А вот представьте себе, человеку плохо, еще и жилья нет, еще надо и платить кому-то, и выгонять. Это радость, а у вас вместо радости нагрузка. Дальше. Квартиру надо было ремонт делать. А что же интересно? Хочется, чтобы квартира была, вы молодая, 34 года, заработок, наверное, приличный был, да? Ну, нормальный, правильно? Повысили, вот, нет, радости нет. Вот. А какая еще проблема? Какие конфликты? С кем конфликты? Ну, вообще, у меня ощущение, как будто бы я с прошлого октября какой-то марафон бегу, скажем так. Как вам сказать, я работала, когда в другом отделе, да, мне дали два проекта, которые очень сложные, и я затревожилась очень сильно. И я, меня трясло. И я не спала ночами, я делала, то есть у меня вот такая пошло, я там, страшно было, слезы, конфликты, ну, я дальше там. Стоп, 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 стоп. А до этого ведь было не страшно до октября прошлого года. Ну, скажем так. Ну, если по десятибалльной шкале, да, у меня раньше было, ну, шесть баллов там что-нибудь, скачки были. Вот. У меня есть инструменты, что с этим делать, что-то как-то более-менее. А тут за десятку переваливало, да? То есть, подождите, вы имеете в виду, надо иначе, надо иначе. Десять – это работоспособность. Так вот, когда вы были, это стопроцентная радость жизни, уверенность. Так вот, когда вы еще раньше были, сколько было из десяти? Шесть, семь? Радости, работоспособности. Да не радости, уверенности, работоспособности из ста. Сто – это стопроцентная норма ваша. Так вот, вы говорите, что было, только вы в обратном порядке и не совсем понятно, вот, сколько от десятки или от ста, сколько вы составляли процентов из-за того, что вы тревожные, 80, 90 из вашей обычной потенциальной 70-80 70-80, так, а я выстреливаю, да, делаю то, что невозможно сделать, да, а потом отходняк, ну, вот такое остынь, да, что-то, не, не, я не знаю, а средняя температура, ну, 70-70, ну, хорошо, 70, все, 70, а с октября сколько снизилось, что, до 30, до 20? Наверное, до 50, да, нагрузки внести. До 50, ну, так это же не намного, 70, я не знаю, как это сложно для меня. Ну, хорошо, а сегодня еще хуже, и сегодня уже даже и 50, нет, да, наверное? Да, я лежу просто. А сколько сегодня? 10, 20 из 100? Или вы не понимаете, о чем я? 20, 30 из 100, наверное. 20, конечно, конечно, это все, это батарейка села. Вот у меня я сейчас включил, там было 14, вот я включил. Значит, и все, поэтому, чтобы телефон не погас. Хорошо, все ясно, все ясно. Ну, как вы думаете, неужели это все, все-таки 33 года в прошлом году были, молодая девочка, физически здоровая, вот, неужели это все подкосило, или все-таки болезнь подкосило, а? Ну, вот ощущение, что последние лет, ну, 4, может, года, у меня по наклонной что-то происходит. Я это чувствую. Где происходит? Мой резерв сил или вот что-то с батарейкой хуже, хуже, хуже. Ага, работоспособность падает, да? Или как? Или продуктивность? Давайте так. Работоспособность я искусственно поддерживаю на определенном уровне. А раньше это естественно было, была естественная работа, а теперь надо напрягаться, чтобы выполнить то, что 4 года назад совершенно легко, совершенно спокойно, даже и с радостью выполнялось. Правильно? Ну, можно сказать так, да. У меня в голове сидит голос, который там, соберись тряпка, там, ну, хорошо, хорошо, то есть упала, упала продуктивность, упала энергетическая, ну, скажем так, способность, энергия упала, правильно? То есть, для того, чтобы выполнить ту работу, которая 4 года, вам надо больше усилий, вам надо себя заставить, вам надо себя мобилизовать и тратить больше, больше энергии, правильно? А раньше это было проще, но все ясно. Так, понятно, хорошо. Настроение тоже стало падать? Да. Радость жизни? Я не получаю удовольствия, короче. О, радость жизни тоже стала снижаться, да? Казалось бы, купила квартиру, ремонт, понимаете, повысили горизонтально, человек должен радоваться, а у вас что? Вообще, плачете, плачете, да? Плачете. Хорошо, 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 ладно. Скажите, значит, 4 года, это вам было 30 лет, и началось снижение. Так, скажите, что все-таки больше всего вот мешает? Вот вы обратились к врачу когда? Год назад, да? Нет, вот, две недели назад. А до этого вы не обращались? Я искала причину в терапевтическом смысле, сдавала кровь, ходила к терапевту, делала УЗИ. То есть вы думали, что это, что вы чем-то соматическим больны, да? Да. Ну, хорошо, а кто вас направил к психиатру? Психотерапевт. А как вы попали к психотерапевту? Почему? Я уже была в предувольнительном состоянии, вот, меня отпустили на три недели в отпуск, я поняла, что я не отдохнула, то есть я лежу пластом, и не отдохнувшая, сплю и не отдыхаю, короче, просыпаюсь ночью, там все такое. Пошла в когнитивно-поведенческую терапию, мне... Нет, подождите, подождите, это не надо. Почему вы решили, что надо идти именно к психотерапевту? Что мне надо менять мышление. А подождите, жили, не тужили, не меняли, и почему вдруг надо было начать менять мышление, а? Ну, я меняла мышление, удачно, но это отдельная история, вот, я пошла к терапевту, а он меня к психиатру направил, сказал, что это ненормально, то, что я так много реву. Что, что вы плачете, да? Да. Ну, хорошо, а при чем здесь мышление? А плакали, почему? Вот почему, почему вот вы плакали? Я не могу объяснить, я могу просто без повода. То есть без повода, вдруг, вдруг возникает вот это рыдание, да? Вы что, тихо рыдаете, или прямо с хлипами? Как долго этот приступ рыдания длится? Ну, часа два. Часа два, вот так просто, и не понимаете, почему плачете, да? Нет, я понимаю, ну, например, чаще всего, когда думаю про работу, потом, когда даже мне близкие помогут, я чувствую себя недостойной, вот это, ну, это как бы психология уже пошла. Не-не-не-не-не-не-не, давайте без определений. То есть вы начали ощущать себя каким-то ничтожеством. Никто, я никто, я плохая работник, да, я плохой экономист. Кто еще я? Плохая жена. Плохая жена, да. Так, еще что, плохая хозяйка, плохая дочка, да, наверное, или как? То есть я не готовлю еду, я извиняюсь, у меня либидо, ну, вообще ноль, я как бы вот близости не хочу, я не могу общаться с друзьями, то есть я не звоню никому, не общаюсь, меня все теряют, я отказываюсь от встреч, вот. Ну, это тяжелейшая депрессия, это у вас развилась тяжелейшая депрессия, меланхолия, то, что раньше, раньше не было, депрессия, это называлось меланхолия, вот, это, в общем-то, синоним депрессии, депрессия, это уже в 20 веке стало появляться, а раньше называлось, это меланхолия, понимаете, люди утомляют, интереса нет, синдром 3А, ангидония, безрадостность, апатия, и нет никаких побужений, казалось бы, квартира, ремонт, радуйся жизни, муж есть, и так далее, сексуальное стремление тоже исчезло, вообще ни на кого не смотрю, да, да, ну, а зачем вам на кого, у вас смущает, на еще на кого, да, не в том числе, нет, я как бы раз, ну, так, скажите, а как спите, много спите, или наоборот, мало, я могу спать 12 часов, но чаще всего 9, и я просыпаюсь в 5, утром, раннее пробужение, в 5 утра, и, да, я потом сложно уснуть, и уже не можете заснуть, да, да, ну, иногда помогает маска для сна, то есть, я надеваю, и вроде, да, маска, ничего она не помогает, маска, это вам, это так просто, засыпаете, так, отлично, похудели? Я за последние лет 5, да, я похудела. На сколько? Килограмм 5. На 5 лет, а вот за год, с октября? Нет, не менялся, то есть, я вот как похудела на 5 кг, плюс-минус, так и... А почему вы похудели? Вы специально хотели похудеть? Или просто похудели? Просто. Просто. Вас это напрягало или нет? Ну, нет, мне нравится, но... Понятно, понятно, я понял. Что-то здесь не то. Хорошо, аппетит исчез? Нет, не исчез. А хочется кушать? С удовольствием? Да, с удовольствием? Да, вот это я с удовольствием, да. Нет, подождите, вы получаете удовольствие от вкуса, вкус сохранен, да, что-то это не совсем укладывается, вообще обычно, при такой депрессии, аппетит пропадает, все пропадает, понимаете? Аппетит пропадает на все, аппетит на секс пропадает, аппетит на еду, аппетит на жизнь, аппетит на радость, аппетит на развлечения, аппетит на друзей, аппетит на посещение всяких вечеринок, понимаете? Полная, полная потеря. Ну, все, что вы перечислили, все так и есть. За исключением аппетита на еду, да? Особенно на эклерчики. А что вы кушаете? А на что вас тянет? Ну, вот эклеры вот. А, эклеры, сладость, сладость, да? Да, да, сладость. Не любая, а вот именно определенные. А почему? Вам как-то легче, да, вот эта сладость помогает, да? Да, ну, просто, наверное, ну, мне кто-то объяснял, что я алкоголик, ну, у меня ремиссия 6,5 лет, я анонимный алкоголик. Подождите, стоп, стоп, вы алкоголик? С алкашки на сладкое пересела, в этом смысле. Подождите, стоп, стоп, что-то я вас... Немножко назад отойдите. Хорошо. Нет, назад от телефона. Вот так, попробуем, будет лучше слышно. Вы что, а были алкоголичкой? Ну, я алкоголик. Вы алкоголик? Ха-ха, вот, а вы мне начинаете... А когда вы стали злоупотреблять алкоголем? Ну, как в 13 лет начала? В 13 лет начали пить? Ну, в 28 закончила, да. Подождите, подождите. Вы так и больше ребёнок были, ребёнком, подростком. Ну, да. А почему вы стали алкоголиком? Ой, мама. Почему? Кстати, кстати, а вы не похожи. Понимаете, если вы алкоголик 28 и 13, это сколько, 15 лет, то уже всё, вы должны были опуститься, у вас приличный вид, вы работаете и так далее, и так далее. Что значит алкоголик? Ну, это я себе, наверное, диагноз поставила, просто алкоголики же не разные бывают, кто-то... Нет, давайте не объясняйте мне, какие алкоголики, а расскажите, какая вы были, вот в 13 лет, что значит, вы что, ежедневно пили или как, или запоем? Нет, в 13 лет не было ежедневных каких-то акций. У вас запойное пьянство? Стоп, стоп. Вот сейчас меняете, у вас запойное пьянство, то есть иногда наступает период, когда вы должны пить, а потом вы отпили, и потом какое-то время вы не пьёте. Или вы ежедневно пьёте? Ну, пять дней в неделю. Пять дней в неделю, да? Да. А что, в субботу, воскресенье не пьёте? Понедельник, вторник не пила. Понедельник, вторник вы не... А почему именно понедельник, вторник не пили? Нет, ну там раз на раз не приходится, конечно, я просто сейчас вспоминаю, это давно было, но, ну, да, я в будни пила, выходные. Ну, хорошо, ладно, бог с ним, бог с ним. А вот в тринадцать лет у вас что, родителей не было? Были, я с мамой иногда пила. Подождите, с мамой. А где папа был? Папа на работе. Папа на работе, а мама... Так что, мама у вас алкоголик? Мама алкоголик. И мама в тринадцать лет дочке. Значит, и надо было забрать у мамы такую, то есть у дочери такую маму. Вы что, вот тут на Западе, вот я живу в Германии, забрали бы. Если мама узнали, что мама сидит и пьет с ребенком тринадцатилетним, это же, черт знает что, мама сама больна, а мама жива или уже все? Она умерла. В каком возрасте? Молодая, да? В пятьдесят шесть лет, да, в девятнадцатом году. А от чего она умерла? Ой, там плохо все, на самом деле. Вскрытие показало, что уже ни одного здорового органа. Токсический цирроз... Цирроз в печени был, да? Цирроз в печени. И она упала, пробила голову от батареи. Ну, в общем, короче говоря, мама страдала алкоголом. А папа не бросил маму? Нет, он тянул эту лямку, потому что мама уже вещи начала выносить. Подождите, а мама начала пить с какого возраста? Ну, сложно сказать. Ну, я уже в шестнадцать лет мне было... Маме сколько, господи? Ну, сорок с копейками, да, маме было? Я кричала, что проблемы, у нас проблемы, надо что-то делать. Проблемы. Значит, а папа должен был кричать, понимаете, а не вы. Ну, хорошо, давайте так. Вы плохо, очень плохо вы рассказываете. Вот как-то не собрано. Значит, вот сейчас мы, мы сейчас на маме, потому что все от мамы идёт. С какого возраста мама начала пить? Ну, приблизительно. Ну, наверное, с тридцати. С тридцати. Почему, как вы думаете, какая-то причина была внешняя? Папа хороший был или плохой? Ну, папа был... Папа сам алкоголик был, да? Нет, папа трудоголик, он контролирующий такой товарищ, гендиректор такой весь. Ну, хорошо, гендиректор. Мама почему начала пить? Если он был гендиректор, значит, заработок был хороший. Мама работала? Я позволял, чтобы мама дома сидела. Мама дома сидела, правильно. Значит, а мама хотела работать или нет? Или её устраивало это? Нет. Мама не хотела работать, правильно. Живи и радуйся. Мама начала алкоголь употреблять. Скажите, мама как употребляла? Ежедневно или... Вы понимаете, есть так называемое запойное пьянство, дипсомания. В чём оно характеризуется? У человека наступает приступ, вот какое-то неудержимое. Вот как у клептомана. Вот надо пойти украсть. Вот надо украсть на копейку там заколочку. Он не может... Или, скажем, пироман поджечь. Он ничего не... А тут то же самое дипсоман. Значит, вот у него возникает желание, и он ничего не может сделать, начинает пить. Пьёт там несколько дней, кто-то пьёт неделю, кто-то две недели. Причём пьёт ужасно. Понимаете, ничем не занимается, на работу не ходит. Значит, пьяный лежит, под себя это вот мочится и так далее. Потом этот период проходит, и человек какое-то время, может месяцы, вот, причём многими не пить. Потом опять. Вот это было мамино пьянство, или мама пила ежедневно, или... Просто ежедневно. Ежедневно. Значит, незапойное пьянство. Так. Скажите, значит, папа гендиректор, зам гендиректора, значит, образованный человек и так далее, и так далее. Вы маму лечили, вы маму куда-то... Ну, он... Почему? Ну, мы это... Он... Ну, отец этого стеснялся. Город маленький, где мы жили, его всё знали, и он очень стеснялся, он не хотел, чтобы об этом знали, в общем. Ну, так можно же было, скажем, анонимно как-то это всё сделать. Нет, у него вариантов, да. Просто он предпочитал делать вид, что ничего не происходит, он закрывался у себя в комнате. Возможно, у него женщина была, ну, такое всё. Ну, хорошо, ладно, хорошо. А как вы думаете, а у мамы есть братья, были братья, сёстры? Да, их три сестры, вот вторая сестра тоже алкоголик, третья нормальная, а так все родственники у нас очень много. Стоп, 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 не торопитесь. Значит, у мамы две сестры, а не три сестры. Две сестры, всего три. Две сестры, да, всего три, да, штуки. Всего три, значит, мама пила, умерла, тётя пьёт, да? Да, ноги отнимались. Как ноги, то есть пара этот вот, полиневрит был, да? Я не знаю диагноза, ну, перепила. Она жива, она жива? Жива, да. А сколько ей лет? Ну, 60 с чем-то, 65, наверное. И она продолжает петь? Да. Скажите, а у неё дети есть, у неё муж есть? Да. И что, и муж терпит? Ну, тоже пьёт. А, и тоже пьёт. Нет проблем вообще. А ваши братья, сёстры от этой тёти тоже пьют? Пьют. Все пьют, да. А третья сестра, тётя, третья тётя нормальная, не пьёт, да? Нет, не пьёт. Здоровая? Да, да, да. Это видно вот по её семье, по активности такой, жизненной позиции, да, вот такая. Ну, хорошо, всё. Так, скажите, от кого мама и тётя, которые пьют, могли получить ген? Какой ген, мы выясним. От бабушки или от деда? Вот у меня бабушка, ну, вот их мама, да, она не алкоголик, а вот её, я тут узнала, что по её линии, её отец, то есть мой прадед, получается, алкоголик жуткий, он даже ослеп. То есть прадед, прадед, прадед был алкоголиком, это отец бабушки, да? Получается, да, и жена, то есть мама бабушки тоже алкоголик. То есть прабабушка и прадед были алкоголиками. Да, а потом бабушка вышла замуж за алкоголика тоже. Потом, то есть, значит, мамин и тётин, мало того, что их бабушка и дедушка по маминой линии алкоголики, так ещё и отец был алкоголиком, это уже ваш дед. Да. Он алкоголик был, да, настоящий? Умер рано? Наверное, да, я о нём мало знаю, 90-каком-то году сколько-нибудь было, ну, 60, может, 50-60. Ну, хорошо, умер, всё. А работал? Ну, работал, да. Или опустился? Не, не, по-воему, у меня вообще в родственнике все работающие были. Ну, только тётя не... Это я вам задаю конкретно вопрос, обо мне про всех. Он вроде работал, бабушка говорила. Я вам скажу так, что по стране мамы там алкоголизм, и вы его получили. Смотрите, прадед и прабабушка по маминой линии алкоголики. Ваш дед, ваш дед по маминой линии алкоголик, мама алкоголик умерла, тётя алкоголик, и вы были алкоголиком. Что же вы хотите? Вот вам материнская линия. Значит, но нет алкогольного гена. Алкогольного гена нет. Потому что алкоголь – это не ген, алкоголь – это изобретение человечества. Так же, как и наркотик. Значит, нет гена к наркотику, нет гена к алкоголю. А есть, значит, они страдали чем-то. И прабабушка, и прадед, и дед, и тётя, и покойная мама, и вы. Вы лечились алкоголем. Да, была такая заболезнь, да, которая запустила просто алкоголизм, как следствие, скорее всего, да? Нет, алкоголизм, да, как следствие. Вот почему вы пили? От чего он вас спасал, алкоголь? Тревогия постоянная. Тревога, вот. Одиночность тревоги, да. Значит, то же самое у мамы, то же самое у тёти. Да, она очень тревожная. То же самое у деда, то же самое и у прадедов, и так далее, и так далее, и тому подобное. Понимаете, там по двум линиям. Там по бабушкиной линии, по дедушкиной линии алкоголизм. Вот вам и всё. Значит, это вот, а там ген, ген какому-то заболеванию. Кстати, а кто-то пил запойно, вот то, что я говорил, мог пить, а потом не пить? Ну, дядя, да, он из таких, как вы описывали. Какой дядя? Ну, мамин кузен. Двоюродный брат мамин. А, двоюродный, значит, правильно. Подождите, двоюродный брат, так это, скажем так, это по отцу, по деду вашему? Нет, я всё про маму говорю, да. Да нет, ну, мама, двоюродный брат, так он же от кого? Это, значит, по отцовской или по бабушкиной линии? А, всё, я поняла. У бабушки была сестра? Да. Ну, получается, он кузен мамин. Ну, понятно. А эта сестра бабушкина, она пила? Пила. Вот, ну, вот видите, это там вся, значит, по бабушкиной линии всё идёт. Бабушка, значит, про бабушка и про дедушка пили. Бабушка не пила, её сестра пила, её, значит, там, значит, брат пил, мама пила, тётя пила, и внучка пила, и правнучка пила. Вы и внучка, вы и дочка, вы и правнучка, вы и племянница и так далее, и так далее. Вот по маминой линии. Скажите, а кто-то из них хоть обращался к врачу? Нет, ну, насколько мне известно, нет. А кто-то лечился от какого-то диагноза? Психиатрии? Не наслышанно, я не слышала точно. Ну, хорошо, ладно, всё понятно. Так, а по папиной линии у вас всё в порядке? Что там по папиной у вас? Ну, по папиной линии я не слышала про алкоголизм. Ну, не обязательно алкоголизм. Только, знаете, вот его папа, ну, мой дедушка, да, вот он был очень-очень умный медик, он, ну, гениальный, он, знаете, там один раз прочитает, запомнит всё. Подождите, он врач был? Папин папа, да, медик. Это дед ваш, ваш дед. Кто он был по специальности? Ну, в педиатрии, да, на кафедре. Так он что, профессор был или нет? Ему не успели дать профессора, он из-за этого что-то переживал, насколько я помню. Плюс всё, он начал запить. И он начал пить? Из-за нереализованности, да. Хотя он был гениальный, как мне говорят. И бабушка с ним развелась, и он повесился. И по папиной линии. Это, значит, там алкоголики по маминой, а здесь повесился ещё и алкоголик. Гениальный. Да, и тут один такой, да, случай, который я слышала, так вот про прабабок я не слышала. Ну, чтобы там какие-то проблемы были, все... Ну, хорошо, а бабушка, а бабушка по отцу здоровая была? Здоровая, да. Да, хорошо, сколько у этого гениального медика и у бабушки было детей, кроме... Значит, папа ещё кто-то был? Папа ещё. Один папа? Один папа. А папа, что скажете о папе? Он не алкоголик. Не, ну не обязательно алкоголик, о боже мой. Он контролирующий. Что он контролирующий? Кого он контролирует? Всё. Всё. То есть он диктатор, да? Деспот. Ну, да, он, конечно, не деспот в плохом смысле слова, но все деньги через него, сим-карты и так далее, и так далее, всё через него должно быть в семье. Плюс, ну, на работе, на заводе, знаете, там... Ну, это понятно, это профессия, ладно, там контролируют. Да, шутка ответственности. А я вам скажу, при такой маме пьющей, папа должен был контролировать? Да. Вы же поймите, мама занималась вообще хозяйством, воспитанием вашим или нет? Ну, она как могла справлялась, вкусно готовила. То есть как это? Как могла. Значит, как могла. А может быть, она мало чего могла, а? Мне кажется, у неё... Вот как она родила сестру в 36 лет... А у нас ещё сестра есть. Кстати, стоп, 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 стоп. Значит, потом мы к маме вернёмся. Сестра. А сестра здорова ваша? Душевно? Ну, я только... Ей 24 года. Ну, хорошо, она здорова в 24 года. Я только сейчас узнала, что мой зять, ну, в смысле, за кого она замужем родила ребёнка, он ей изменил, и она бухала. Я только сейчас об этом узнала. Подождите. Значит, ваша родная сестра, вот, значит, была замужем, да? Ей замужем, ну, сейчас, да. Не понял. Отойдите немножко от телефона назад. Она замужем, да, до сих пор. Она замужем, муж ей изменил, да? Да. И она начала пить. Ну, да, то есть вот эти эпизоды она мне описала. Я описала их, и я поняла, что, возможно, она пойдёт, возможно, по нашей стопе, так сказать. Подождите, что значит... Вот как-то вы плохо рассказывали. Она пьёт или не пьёт? Сколько лет она пьёт? Она до этого была незамечена, чтобы она запивала. Ну, хорошо, так и вы до 13 не пили, а в 13 начали пить. Вот, а она в 24. Вот, но она сейчас пьёт? Ну, попивает, говорит, да. Сколько она уже выпивает? Я только сейчас узнала, не могу подробности сказать. Ну, хорошо, всё, видите, и сестра ваша начала пить. И сестра в 24. А мама в 30, сестра в 24, вы в 13. Это правильно. Потому что в каждом последующем поколении всё начинается раньше и протекает тяжелее. У вас в 13 лет, у сестры там в 23 или в 24, у мамы в 30 лет и так далее. В общем, короче говоря, у вас ещё та наследственная. Давайте перейдём опять к папе. Значит, дед по папе пил, бабушка, он был гениальный, и бабушка с гениальным разошлась. Почему? Потому что он пил? Да. Ну, и... Дедима, вот он нереализованность какая-то, что он считал, что его не оценили на кафедре. Ну, он считал, мало ли что он считал. Непризнанный гений, да? Непризнанный гений. Ну, хорошо, может быть, может. Но он начал, какая разница? Он начал пить. Он начал пить, а самое страшное, он повесился. В каком возрасте? Ну, в молодом. Если вот моему папе было 7 лет... Ну, сколько ему приблизительно? Это ему 30 где-то было. Ну, правильно. Конечно, он страдал тоже депрессией и покончил жизнь самую. В общем, короче говоря, наследственность у вас ещё та. Могём. Ещё та. По маминой там вообще из поколения там чуть ли не, значит, прабабушки, дедушка, дедушке, мама, вы уже в четвёртом поколении с сестрой пьёте, так? Ну, а по отцу там тоже, тоже этот дед, понимаете, гениальный. Знаете, у старых авторов, у старых авторов, значит, они сейчас никто об этом не говорит. Сейчас вообще такая примитивная вообще, скажите, наука. Она примитивная. Она на бабках рассчитана и всё. Она неописательная. Это вот лекарство, лекарство и всё. Значит, гениальность идёт рука об руку и с вырождением. Вот Ламбарзо, он так и написал, гениальность и вырождение. Был бы итальянский такой антрополог и психиатр Ламбарзо Чезари. Вот он написал многие. Этот вот Макс Нардау писал о гениальности, нищие и так далее, и так далее, и так далее. Ну, и не знаю, был ли дед гениальный, но, наверное, способный был. Хорошо, всё. Значит, с наследственностью мы выяснили. Наследственность ужасная. 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 И было бы удивительным, я вам хочу сказать, было бы удивительным, чтобы ни вы, ни ваша сестра не начали петь. Это было бы удивительно. Поскольку это априори уже предначертано. Кстати, вопрос. Вопрос. По характеру вы папа или мама больше? Не, ну, и того, и того. Не, ну-ка, понятно, что и того, и того. Много мамы. Мамы больше. Мамы больше. Что вас роднит с мамой? В характере? Вспыльчивость, плаксивость. Вспыльчивость? А в чём проявляется ваша вспыльчивость? Ну, я эмоционально, эмоционирую быстрее. Меня разозлить легче, например. Ну, хорошо, вот вас разозлили. Кто вас злил? Вы агрессивная? Вы начинаете себе что-то, вы теряете контроль или как? А, нет, такого у меня нету. Я... Ох, ох, ох. Я скорее стыд испытываю чаще, чем агрессивность. Да где же агрессивность? Это не агрессивность, а это самобичевание. Нет, я не агрессивная, я вспыльчивая, в смысле, я вспыла, ну, я матерюсь. Вы знаете, что вспыльчивость, она всегда сопровождается агре, это вы поймите, их нельзя, их нельзя разделить. Вспыльчивый человек, естественно, он начинает ругаться, он начинает, и вот папа, может быть, вы в папу всё-таки пошли? Папа вспыльчивый? Нет, вообще, он флегматик, интроверт. То есть, как это флегматик? Он спокойный, ну, как бы, медлительный. Да я вижу, я вижу, спокойный. Жена пьёт, дочка пьёт, а он, понимаешь ли, стесняется. Вместо того, чтобы взять, у него же деньги были, взять, и связи были, взять, и отвезти в столицу, да, и там пролечить, и маму, и дочку, и так далее. Кстати, а как он реагировал на ваш алкоголизм? Ну, один раз ударил. Один раз ударил? Один раз разрезал вещи, отобрал деньги. Подождите, стоп, он разрезал вещи? Да. Так он что, у него вспышки? Он что, рвёт вещи, ломает? Ну, это по пальцам пересчитать? О ком вы говорите? Он вообще спокойный, но если его вывести, вот он это может сделать. Он спокойный. Значит, если его вывести, что он может сделать? Отобрать деньги. Ударить мог? Мог ударить? Унижать. Я в тебе разочарован, там, допустим. Не, ну, я тебе разочарован, это мелочи, это спокойно, но порвать, порвать вещи ваши, а, в ярости. Да, он взял ножницы, сказал, попросил принести любимые вещи определенные. Чьи? Ваши? Мои, да. Там, любимые сапоги с сумкой, и он их разрезал. Разрезал ещё сим-карту. Вот. Какую карту? Сим-карту. Ну, на него было оформлено. Я тогда была несовершеннолетняя. А, то есть он всё это уничтожил? Ну, да. Спокойно или в ярости? Спокойно. Ну, спокойно, да. Ну, хорошо, ладно. Вот. Конечно, вы поймите, вы поймите, что папа кое-что, конечно, и от бабушки, может быть, больше от бабушки, но и от деда, который гениального, тоже что-то получил. Потому что гениальность или способности у него были. Он работал всё-таки в таком высшем командном составе на предприятии, понимаете? Вот. Папа жив? Жив. Женился ещё раз? Ну, спланирую, да. Хорошая женщина сейчас у него. Хорошая женщина. Какая хорошая будет видно. Так, а вы приняли эту хорошую женщину? Приняла. Приняла. А сестра живёт в вашем городе или отдельно? Нет, я у себя, они... А сестра с папой в другом городе живут. В этом же городе или в другом? Они в одном городе, я в другом. Ну, понятно, понятно, понятно. То есть сестра живёт с папой вместе или... Нет, а, поняла. Сестра живёт с мужем, папа живёт с мужем. Да, ну, в одном городе, понятно, 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 понятно. Хорошо, а как папа реагирует на проблемы сестры, вы не знаете? Он не знает об этом пока. Он ещё не знает, да. Так надо сказать ему. У нас не бывает она ему. Хорошо, ладно, всё. Хорошо, мы много что-то, понятно, всё. А нам не испугалась. Скажите, как мама вас рожала? Интересовалась. Вообще рожала без проблем. Ну, долго. Но без проблем. Ну, подождите, вас взяли на учёт или нет? Или у вас не было никаких травм головы родовей? Да. С травмой с головой, ну, ничего такого нет. Но во время беременности ей хотели сделать аборт, предлагали. Ждали вообще мальчика и сказали, что родится урод или больной. Там что-то там... Разглядели патологию какую-то. Это вас, вас? Да, да, меня хотели. Ну, и всё. И предложили маме будет урод, да? Да. Ну, так вы же не урод, слава богу. Нет, нормально. Но не мальчик. Ну, хорошо, мальчик. А мама хотела мальчика? Нет, ну, папа хотел мальчика, он должен... А, и он что? Папа настаивал, поскольку не мальчик, так аборт сделает? Нет, это врачи сказали, что патология, да, и надо сделать аборт. А, патология. Ну, хорошо. Так это ошибка была? Да, это ошибка. Но мама очень нервничала. Но она мне рассказывала, что пила валерьянку, плакала, там, вот это всё. Ну, мама плакала. Да, конечно, конечно, такое. Это же напугали? Урод родиться или с уродствами. Кошмар. Ещё те врачи. Да. Ну, хорошо, ладно. Но роды нормально были? Сами роды нормально были. Ну, так ничего, я же не вижу, у вас никаких уродств нет. Нет. А то, что вы пьёте, это наследственно, это нет беременности, это гены, 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 гены. Хорошо, хромосомы и так далее, и так далее. Хорошо, значит, там не было. Развивались нормально, да, всё вовремя, да, ходить, говорить, держать головку. Энуреза не было ночного? Не было. Не было? Или был? Не было. Заиканий не было? Нет. В школе учились нормально, мозги работали? Ну, в школе, в садике у меня были проблемы, короче. Какие? Какие проблемы? У меня в садике, ну, мама вот всё время говорила, что в садике меня отправляли к психологу с какой-то тревожностью. И я помню, что я била девочек, нескольких, что... Ну, они меня травили, и я их била, короче. Подождите, значит, вас травили, это в садике? Да, в садике. Почему вас травили? Вы что, были, значит, агрессивные? Вы поймите, ну, или что, забитые были? Я как-то, может, отличалась, я не знаю. Чем отличались? Я не могу объяснить. Я могу плакать по любому поводу, я плакала много, возможно, это... Да, 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 слабость они видели. Так что вы делали, когда они вас, скажем, третировали? Вы что, били их? Ну, у меня был, да, вот я такой, просто я вспомню с детства такой эпизод, что меня две девочки окружили, там, и я одну запихала за дверь, как бы и дверью начала бить, и другую даже ударила, потому что, ну, я испугалась очень сильно. Подождите, вы стали бить в дверь или девочку бить? Ну, да, как бы там угол такой за дверью был, я ее туда толкнула и дверью зажимала. А, дверью начали, ну, да, чуть не убили девочку, да? Ну, да, она меня очень напугала. Так это был один эпизод или часто такие эпизоды? Ну, еще был эпизод, да, тоже. Ну, и после какого вас направили эти вот преподаватели, воспитатели к психологу? После первого или после второго? И почему вообще отправили? Наверное, даже до этого, я просто слабо помню психологов, мне мама это говорила, я помню, что с кем-то я сидела рисовала там, ну, то есть я не отразила, что это психолог, да? Вызывали родителей там. Ну, что говорили? Подождите, вызывали, потому что постоянно вы вели себя как-то неадекватно, или потому что вот эту девочку чуть не там не прибили, чуть не убили? Вы можете мне? Это что, часто было? Нет, нет, это исключительно. Это вот только после этого эпизода, когда там все это произошло, и вы забили, и дверью ее давили? Да, то есть я вот доведена до какого-то состояния, то есть меня, ну, буллинг, знаете, вот булили, да, вот в коллективе. Ну, я понимаю, так вот я задаю вопрос, вы часто срывались? Или только один-два раза, и все? Вот в такое, это буквально, я не знаю, три раза в жизни у меня было. Да, хорошо, это нечасто. Почему вас направили к психологу? Потому что вы вот это сделали два-три раза, или потому что эти вот воспитатели заметили, что что-то с вами не то? Что-то не то, да, я часто плакала просто. А, часто плакали? Понятно. Ну, хорошо, ладно. А в школе у вас хорошие взаимоотношения были? Тоже плохо. А? Тоже плохо все. А что было в школе? У меня, во-первых, было пять коллективов, три школы, два города, ну, многое, там, по два года. А, стоп, 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 почему вы меняли школы? Из-за переездов. Подождите, а как переездов? В течение, во время, или вы из города в город переезжали? Да, мы города меняли. А, вы города, папа, да? Папа менял работу. Так, ну, хорошо, это понятно. Значит, если переезжали, так. Значит, а что плохо было? Вас тоже там преследовали, да? Ну, да, меня окружали, могли избить, называли жирафом длинным. Почему жирафом? Вы высокая? Да. Сколько у вас рост? Сейчас метр семьдесят восемь. Ну, почти что метр, жирафом называли. Так, ну, хорошо, это влачет. Мне открывали тетрадки, выкидывали вещи. Почему? Вот скажите мне, почему? Почему там вас преследовали в садике и в школе? Почему? Значит, что-то, что-то вы... Да, я понимаю, да. Вот что-то возбуждало такое вот отношение, вот, принуждало, чтобы слабенькое было или наоборот, агрессивное было? Я не агрессива, ну, я плакала просто везде. А, плакали, плакали, и в школе плакали, и в школе плакали, понятно. И до какого класса вот это шло? Когда прекратилось? Наверное, уже в девятом классе? В институте. А что, и в десятом над вами издевались? В десятом меня снова перевезли в город, в другую школу. И? Я не понравилась двум девочкам, и вот мальчик, с которым я более-менее общалась, мне его подговорили. Он меня разыграл, ну, разыграл, долгая история. Я повелась на это, надо мной смеялись, ну, я окупилась на розыгрыш, вот. Меня начали, ну, смеяться, и он меня начал унижать после этого. Мы перестали нормально общаться. Меня это все разозлило. В какой-то момент я перестала плакать, и я его послала, показала средний палец. Подождите, что вы ему сделали? Вот так, как ту девочку дверью? Нет, я ему показала средний палец, ну, и группа послала. После этого, после школы, они с мальчиком меня окружили и ударил. Я упала с... Кто, девочки с мальчиком эти? Мальчик этот. Меня мальчики окружили, а он меня ударил. Это в десятом классе какие-то дегенераты. В десятом классе там уже занимаешься совсем другими делами, уже нравятся девочки, девочкам мальчики. А они черти чем занимались? Ну, меня там не воспринимали, меня в школе никто не воспринимал, как девочка. Так вот, удивительно, в садике вас не воспринимали, в школе не воспринимали. Вы задумывались, почему? Вот почему? Вам не понравится мой ответ, наверное? Нет, ну, почему, значит, понравится? Я хочу истинно, я хочу понять, я же не просто разговариваю. Когда я начала проходить 12 шагов, ну, анонимные алкоголики, если слышали. Ну, слышал, да. Вот, ну, проходить вот это вот всё, я поняла, что где-то внутри я чувствовала себя, как вам сказать, выше их. Я особенная, я одна такая, я начитанная. О, значит, я, подождите, я уже кое-что понял, сейчас я вам скажу, вы скажете. То есть, вы были с гонором, вы смотрели сверху-низ, и в садике, и в школе, да, и поэтому, конечно, вас не любили. Если вы, если вы с презрением относитесь, конечно, вас будут и бить, и издеваться, и разыгрываться, и всё, то есть, это вас было. Вот же, вот, вот, наконец-то вы мне ответили. А вы показывали, что вы их презираете? Нет, мне казалось, что, наоборот, я чувствую себя какой-то униженной, ну, какой-то, вот, знаете, непризнанной. Но, когда я начала это анализировать, поняла, что, да, где-то я была высокомерна. Что вот я особенно... Высокомерная, да. Кстати, а вам не напоминает дед, который был непризнанный гений, а? Напоминает, есть такое. А, так, может быть, вы всё-таки в папу пошли больше, по папину породу, а? Да, с годами, кстати, папы больше становятся. Папы больше. А что вас роднит с папой? Ну, вот, контроль финансов, у меня всё посчитано на год вперёд, контроль, вот это вот всё. Понятно, понятно, понятно. Значит, всё, то есть, вы были высокомерны, и шкалеры это замечали, да? Скажите, кстати, а почему было высокомерие? Почему вы считали, что вы умнее их? Вы что, таки действительно отличались какими-то способностями? Или это параноидальное что-то было? Наверное, ну, не знаю, я в 16 лет Орихофрома читала, там, Блаватскую. Блаватскую читали? Я ничего не помню из этого. Нет, подождите, а зачем вы читали Блаватскую? Интересно было всё. А что, а вы понимали её философию? Нет, ничего не понимала. А почему? А кто вам это, скажем так, упомянул о ней? Кто вам? Ну, я с ребятами познакомилась, которые там... Тоже были странные, да? Да. А чем кончили эти ребята? Психиатрии? Ну, не удивлюсь. Не удивлюсь. Я не поддерживаю общение, а знаю, что один на психологов учился. А учится на психологов. Ну, а так здоровые, да? Ну, это я просто спросил. То есть, мы попали в определённый круг, да? Вот такие, Блаватская там всякие, такая мистика, да? Понятно. Ну, хорошо, ладно. А откуда высокомерие? Вот я не могу понять. Ну, мне было важно быть уникальной и особенной. А почему? Почему это важно? Какой-то протест внутренний, не знаю. Протест против чего? У всех. Ну, знаете... Вы знаете что? Я вам сейчас вот что задам вопрос. Как вы относились к тому, что мама пила? Вы страдали от этого? Да, я её презирала. Вы её презирали? А вам стыдно было? Мне за неё было стыдно. Меня раздражал её характер, что всех виноватит, там, прочее. Но с годами я поняла, что я точно так же себя веду. Ну, так вы и будете вести себя, конечно. Это нормальный процесс. Вы себя идентифицировали с мамой и будете точно так же вести. А вместо папы будет вот мужчина, который его напоминает. Либо внешне, либо... Очень напоминает муж, копия, папа. Да. А он вас не раздражает? Ну, иногда, когда нравоучение, но это редко. Так, хороший человек. Хороший. Нет, так он, конечно, хороший. Так, хорошо, ладно. Ладно. Так, значит, в школе всё-таки вы были высокомерны, и там у вас были конфликты, да, с этими соучениками, правильно? Так, а в институте как? Лучше у меня друзья появились. А что, в школе не было друзей? В школе не было. Не было. Ни подруг, ни друзей, да? А подождите, значит, в институте вы изменились, да? Ну, да, как-то повзрослели всё, может. Ну, другие люди. Ну, конечно, там уже совсем другие. А ваша высокомерие продолжалась, сохранялась или нет? Ну, честно скажу, вот 10-11 класс, может, и действительно высокомерие у меня было, да, что меня вот это раздражало, что меня дёрнули из моего родного города опять в эту, ну, дыру, можно сказать, физмат. А я гуманитарий. У меня раздражение к отцу, к школе, к этим людям. И вообще они слушают рэп, а я слушаю рок, металл, да? Вот это вот всё, вы тут вообще, ну, конечно. Ну, если они все примитивы, а вы Блаватскую читаете, рок, металл и так далее, они провинция, глубокая провинция. Глубокая провинция, именно, да. А вообще, ну, в моём родном городе, вот, когда я в коллектив только вплетаюсь, я как клоун себя веду, я пытаюсь всех рассмешить. Я, особенно, когда у меня пик активности, я болтаю, 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 меня просят заткнуться. Особенно, когда я волнуюсь, у меня болтовня начинается. Надо мной смеются, меня всерьёз не воспринимают. Я всё время за всё извиняюсь. Подождите, это вы говорите сейчас, вы разговорчивая, да? А, кстати, это в школе было, да. И сейчас я взрослая тётенька, я что-то сгладилась, я понимаю, я где-то, ну, понимаю за собой эти вещи. Но когда я волнуюсь, да, я болтливая. И я всё время действительно извиняюсь. Почему? За что извиняете? Ну, я чувствую себя виноватой там за всё. Подождите, подождите, а о чём вы болтаете? Ну, как можно болтать? По сути дела надо или как? Ну, есть просто разговорчивые люди. Вот я же, есть люди молчаливые пациенты, а есть, которые говорят, приходится их даже перебивать и останавливать. Это разные. Так вы какая? Почему вы такая вот разговорчивая? Ну, у меня когда определённые периоды... А, подождите, периоды? Когда вы в мании, тогда вы, что ли, много говорите? Да. Я перебиваю. Меня распирает, мне хочется всё... Да, да, да. Подождите, так у вас что, есть два периода? А какие? Вот теперь расскажите о периодах. Какие у вас два периода бывают? Мне сложно сказать о длине периодов, они какие-то разные, мне кажется. Ну, вот какие? Вот один, второй, третий особенности вашего поведения в периодах. Период подъёма. Подъёма. О, подъёма. Так. Как долго? Стоп, 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 стоп. Стоп. Я буду сейчас просто направлять. Значит, период подъёма, как долго он длится и как часто он возникает? Сколько он длится, может длиться? Месяц, неделя, дни? Ну, раньше он мог длиться месяц-два. Так. Где-то так. Иногда неделю. Иногда от недели до максимум двух месяцев. Да, вот так. Да, хорошо. Как часто эти периоды возникали? Ну, раз пять в год, я не знаю. Сколько? Раз пять? Если длинные, ну, то реже, да, логично. Ну, конечно. Но сколько, сколько в среднем? Два-три, да, в году? Допустим, да. Подъёма. Скажите, так, в чём он проявляется? Стоп, 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 стоп. В чём проявляется этот период? Как вы меняетесь? Как вы себя? Разговорчивая, да? Да. Дальше ещё всё. Водки пьёте больше, да? Ну, раньше. Раньше. Ну, какая разница? Значит, тяга к алкоголю. Настроение приподнятое? Ой, вообще, это вот лёгкость, уверенность, настроение. Люблю всех, хочу говорить, хочу всех увидеть, хочу танцевать. У меня куча идей, я во всё подписываюсь. Подождите, на что подписываетесь? Ну, меня куда не позовут, я всё говорю «да». То есть вы со всеми, всеми довольны, со всеми соглашаетесь? Отлично. Что вы делаете такое, что вредит вам? Долги, трата денег. Сексуальная распущенность. Вот, кстати, на секс у меня редко, ну, бывало, но редко. Нет, я имею в виду в этом приподнятое. Вот сейчас мы говорим о приподнятое. Вы мне должны описать особенности своего поведения. Вы уже сказали, я весёлая, я лёгкая, у меня всё радует, я со всеми соглашаюсь. То есть я вообще, всё хорошо, проблем нет. Дальше я спрашиваю, деньги тратите в этот момент? Кредиты, покупки какие-то ненормальные? Покупки, да. Ну, вот что вы покупаете? Всё, тратите на ненужное или как? Так, сейчас объясню. Вы знаете, наверное, на ненужное, нет, ненужное, ну, шмотки, да, вещи я покупаю там. Я всё откладываю, 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 я редко себе как бы покупаю, а потом бац, и я 20 тысяч, ой, ну, сколько-то там денег. Подождите, подождите, когда вы не в этом состоянии, вы экономная, да? Да, я экономная. Так, вы собираете деньги, а когда вы вошли в это, вы их тратите, да? Вот просто как расточительность, да? Да, да. На что, трава? На что? Ну, вот что вы, например, можете пойти пять пар, значит, одной и той же обуви купить? Пять пар? Или на это я к примеру говорю? Ну, да, ну, несколько. Что да? Знаете что, на куда-то уехать, улететь, меня вот так распирает, я вот хочу... То есть, то есть, вам вы... И куда вы можете, только не называйте города, куда, за границу улететь? Нет, не за границу, в другие города, да. Другие города, зачем? Зачем, зачем, за песнями, или как, знаете, говорят, поехал за песнями, понимаете? То есть, ну, и что вы там делаете? Ну, вот сели, поехали в другой город, или полетели, деньги потратили. И где вы, что вы там делаете? Ну, раньше пила, сейчас просто побродить, окнуть ножки в море, может быть, я не знаю, кушать, там, вот. А подождите, а если вы работаете, вы что, бросаете работу? А, нет, нет, это выходной какой-то, или там, резко отпуск беру, да, бывает такое. А, берете отпуск, так, хорошо. А если выходной, вы на один день летите далеко, тратите деньги и потом возвращаетесь, да? Да. А где вы живете, в отеле там, да? Ну, да, снимаю там. Да, снимаю, а с кем общаетесь там, что ищете незнакомых людей, общаете, разговариваете? Да, я могу легко пообщаться с незнакомым. Скажите, а вы попадали в неприятности вот в этом периоде? Нет, честно, ну, нет. Ну, вы знаете, если человек не понимает, такой общительный может попасть в разные эти передряги. Нет, не было, да? Ну, хорошо, еще спите много в этот период или мало? Сон ночной укорочен. Ну, да, я часов шесть могу спать, и мне достаточно. И вы чувствуете, как будто бы вы поспали десять часов, да? Да, да. Полная сил, полная энергия, да? Меня расстрел. Неутомимая, болтливая, ну, извините, разговорчивая, с людьми знакомитесь, с незнакомыми. Нет никакой стеснительности, робости. Деньги тратите, не считаете, да? Накопили, и потом все их спускаете, правильно или нет? Ну, почему я должен? Это вы должны все рассказывать. Ну, я поняла, вы меня натолкнули, ну, как бы направили. Вот последние где-то пару лет меня больше вдохновляют на какие-то курсы, я там трачу деньги. На какие курсы? Ну, вот надо научиться торговать на платформе, ну, знаете, эти площадки. Ну, вы же экономист, то есть ненужные курсы, значит... А, ну, они мне не нужны, да, я просто крупную сумму на это трачу, вообще не знаю зачем. И сколько? Большие суммы? Кстати, давайте так, я вам задам один вопрос. Помните, мы говорили насчет угриков? Вот в период, в те времена, сейчас, так, вот. Сколько вы можете в этот период, месяц, вот этой приподнятого настроения спустить денег? Максимум месячная зарплата. А сколько это тугриков? А в каких-нибудь, я не знаю, тугриках, долларах, евро, может? Ну, сколько, назовите тугрики, неважно какие. Сколько, 100 тысяч, 10 тысяч, полмиллиона. А, господи, это будет 700 евро, что ли, наверное? Ну, хорошо, 700 евро вы потратите, это за месяц, а месяц этого... Так это что, у вас такая большая зарплата, да? 700 евро в месяц? Небольшая. Кошмар. Ой, вы понимаете, вот с вами и тяжеловато. Вы, девочка, хорошая, но очень-очень плохо разговариваете. Вы должны мне, я спрашиваю, в этот момент... Вот, когда вы в другом состоянии, сколько вы тратите? Или сколько вы тратите, когда вы в этом припомнили? Вот вы летите с покупкой билета, съем квартиры, это вот, скажем так, отеля, дальше, значит, посещение ресторана, с выпивкой, с покупкой обуви, одежды. Сколько вы можете потратить? А, поняла. Ну, до 1000 евро. До 1000 евро? Это за какой... Да, это... За какой период времени? Это... Ну, в среднем. Это несколько дней длится. Несколько дней, и вы... Да, все прессы тратят деньги. Все ясно, все ясно. Мало спите в 6 часов полно и так далее, разговоры. Но, честно, попадали в проблему? Ну, понимаете, вы же в этот момент легкомысленная. Что, ни разу не попадали в большие какие-то передряги? Вы знаете, я попадала в проблемы только по пьяни, когда так же я шла поговорить, только еще выпить. И меня ограбили от клофелинина. Так я же об этом и говорю. Значит, пьянка, употребление алкоголя, оно входит туда же. Оно входит туда же в это поведение. Да, я теперь поняла. И вас ограбили, да? Ну, и сколько забрали у вас? У меня тогда было совсем чуть-чуть. Ну, слава богу. Один евро, грубо говоря. Да, да, да. Вы знаете, я сейчас вот у меня ассоциация. Ну, немножко отойдем. Значит, я вообще тоже очень аккуратный и внимательный. И это было в Запорожье. Я работал врачом. Я помню, сели мы, сел в автобус, в троллейбус. И со мной какой-то очень приятный молодой человек. Мы с ним о политике говорили. О политике. У меня я в брюках, у меня в брюке вот здесь вот, в переднем карманчике, кошелек лежал. Там был один рубль. То есть это ничего. Вы знаете, я, значит, вышел на остановке уже дома, возле дома. Смотрю, этого нет. Вы знаете, что меня поразило? Меня поразило так, как я не заметил, что он у меня, мы с ним разговаривали. То есть вот он, значит, напротив, визави, напротив меня стоит. Как он это? Но я потом понял, что это, конечно, мастер, это карманник. Вот это один раз меня трезвый, я все было, все было нормально. Значит, естественно, я был сейчас, я думаю, ну да. Я был очень расстроен, как я, такая, значит, вот шляпа, что я мог позволить. А потом я только поразмыслил, еще и жене сказал, ты знаешь, я все-таки считаю, что это был, это был мастер, 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 карманник. Потому что такое вот, я же молодой, мне там, ну сколько было, ну 30 с чем-то лет. Молодой, внимание было, это сейчас, это уже старик уже и дурковатый, так? Что я даже не заметил. Мы говорим о политике, это там, ну сколько, ну минут 15 мы ехали. Значит, и он вынул. Но я потом сказал торжество, что он столько, такое мастерство проявил, но только один рубль получил. Это же ничего. Вот так как у вас, да? Вам повезло, да? Это вот просто, скажем, такая ассоциация. Ассоциация. Но, а как же вас ограбили? Вы что, уже не понимали ничего, да? Можно все говорить? Ну, конечно, все можно. Только-только не называйте страну, имен и так далее. Я вот в этом периодке, это было в лесу, в Турбазе, где я подрабатывала летом в институте. Так. Было 20 лет, и я не была одинока, и выпить хотелось, и там компания, мужчины, мы философствовали. Подождите, подождите, я хочу еще уточнить, вы были в приподнятом СССР? Да, да, приподнятом. Отлично, все, все, продолжайте. Я тогда работала 12 часов, между ними играла в волейбол, и еще и 12 километров бегала, а потом шла пить, как бы гулять. И, значит, я так чувствовала себя такой королевой в их компании, все, а потом резко... Мне предложили выпить бренди из какой-то бутылки пластиковой, ну, и после этого я ничего не помню. Возможно, там было что-то под... Конечно, конечно, там было. Вот, и я проснулась в лесу без денег, изнасилована. Даже изнасилованная? Да. А как вы поняли, что вы изнасилованы? Ну, я тогда была девочкой, ну, в смысле... А, и вы потеряли... А сколько лет вам было? 20. Ну... Вот. И как бы меня это приводило не в последний раз... Подождите, такая, я вас спрашивал, это было приподнятости в этой маниакальной фазе. Я вас спросил, какие... Да нет, я не... Так, конечно. А, а я про путешествия, думаю, в смысле, там, может быть... Да нет, нет, неважно. В этой фазе могут быть что угодно. Конфликты. Конфликты с полицией, конфликты с людьми. Это может быть и долги взять. Это может быть и изнасилование. Это может быть и сексуальная распущенность. Вы понимаете, это проблема. Это же проблема, изнасиловали вас. Если вы вошли в эту компанию незнакомых мужчин, ну вот, еще и пили с ними, и так далее, и так далее. Я просто списывала все эти годы, я списывала на то, что, ну да, я просто алкоголик, поэтому я себя так и лови, думаю, страхом. А вот теперь я хочу, я понял, что вы списывали, это меня не интересует, я должен диагноз поставить. Скажите, а все-таки пили вы, скорее всего, в этой фазе, когда все хорошо было или больше... Нет, и когда плохо... Тоже пили. А когда больше? Я никогда об этом не думала, но, скорее всего... Да, в приподнятой. Не понял. Я шевелилась, мне больше хотелось, ну... То есть, вам было хорошо, и вы хотели еще, чтобы было лучше, да? Да, усилить. А в депрессивной фазе? Я пила, чтобы какое-то облегчение получить. Понятно, понятно, понятно. Все ясно. Так, значит, хорошо. А сколько длилось... Значит, с этой фазой мы поняли. Значит, там долги вы делали или нет, вот в хорошей фазе? Вот я сейчас с вами пообщалась, я поняла, что у меня склонность не к долгам. И все-таки деньги даже в этой фазе я очень, ну, щепетильно... Да, было, были траты, но... А в чем дело? Меня чаще, если прям сильный перекос, чаще меня клинит на какие-то идеи, идеи реализовать их. Какие-то то курсы, то какие-то сходки, какие-то, вот я не знаю, движения какое-то, идеи там, как в своей жизни что-то сделать. Ну, хорошо, они же требуют денег, курсы требуют денег, инвестиции, вложения или нет. Ну, это я просто перечисляю в том числе, а также я обещаю людям, ну, вот на работе как это проявляется, я обещаю это, это, это сделать, это большое, это сложно, никто за это не берется, и вот я молодец, я справлюсь. Вот, я это нагребаю, вот, ну, а потом... А потом депрессия, и все, и вы понимаете, что это, я с этим не могла справиться, я априори не могу с этим справиться, и не только я, и другие. Все, и отсюда конфликты, да? Да, и еще, вот, меня все вот эти фазы, ну, вот эта фаза, она всегда, знаете, как заканчивается, я разгоняюсь, 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 а потом такое ощущение, я как со свистом лечу в горящей машине с обрыва, и меня какая-то тревожность резко накрывает, то есть у меня было без тревоги, без тревоги, а потом раз, тревога. Она меня так накрывает, и я реву, у меня истерика, я прямо, ну, падаю на колени, уже бьюсь башкой о пол, я хочу остановиться, да? И все, и после этого я проваливаюсь. Куда? Вот теперь расскажите, расскажите, вот, когда вы провалились, что вы чувствуете? Это на 180 градусов, да, меняется все? Да, да, и резко, причем, знаете, когда я в активной фазе, я подспудная, где-то там у меня такой диалог, Наташа, это самое, инкогнито, сделай это сейчас, потому что потом ты не сможешь это сделать. То есть вы понимаете, что может смениться фаза вот этой гипомании, она может смениться упадком, да, депрессией, да? Да, причем я эти упадки помню еще в 20 лет, ну, то есть я помню, что, ой, да я могла бы больше успевать, почему я сейчас уставшая, пойду и л-карнитин пропью там, ну, вот об этом думала. Вот, и, да, я уже привыкла, как бы, к тому, что у меня снова будет упадок, и надо все успеть. Ну, хорошо, все, с этим понятно, это мания, это мания, и вот бывает она длится неделю, бывает она длится месяц, а бывает и два месяца, но редко, наверное, два, да? Да. Вот, понятно, понятно, и в это время у вас идеи вас распирает, вы обещаете на работе, значит, беретесь за самые невероятно сложные вещи, вот, ну, естественно, они же требуют время, фаза меняется, значит, это приподнятость. Кстати, может быть, вот то, что вы называли арогантностью, да, или вот этой, значит, вот, я такая-такая, может быть, это и была прообраз этой фазы, когда вы смотрели на людей, вот они ничтожество, а я, да, нет? Что-то в этом есть. Да, наверное, что-то есть, правильно, 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 хорошо, а вот теперь расскажите, как вы ведете себя, когда вы падаете в яму? Значит, как долго она длится, эта яма? Вот сейчас, вот я сейчас пока чувствую, что я в яме. Не, ну не сейчас, вообще, у вас же смены были. Нет, просто мне кажется, что сейчас у меня самая длинная яма. До этого у меня была... Ну, сколько, сколько, сколько? Слушайте, как бы не год, полгода точно. Полгода, а раньше, когда вы еще не обращались к врачам? Вот она все больше, 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 последние года четыре. Вот маму похоронили, я помню этот всплеск, вы знаете, это был самый мощный выброс энергии, вот когда маму хоронили. Какая? Какая? Мама умерла, вы что, были приподняты? Да, я настолько меня это, я не знаю, я в какой-то, знаете, шок, я не знаю, ну то есть все были, ну как бы готовы к этому, но в то же время, и мы вот похоронили вот эти подготовки, знаете, вот это все. А потом я вообще не спала несколько суток, и я убирала квартиру. Ну, понятно, мамины вещи аккуратно, туда-сюда, просто у нее в последнее время она не видела уже, и, ну, грязь, короче, да, и Плюшкин, знаете, синдром Плюшкина, сломанные вещи, там вот это все. Я это все чистила, мыла, потом беседы с участковым, вот это, ой, эта эмоция такая. Подождите, а зачем с участковым? Что, мама трагически погибла? А сам факт, что она упала дома, пробила голову об батарею. А, подождите, так мама умерла не от цирроза, а мама умерла от травмы. Вот я говорила, она с циррозом токсическим, да, прокапывалась, потом возвращалась домой и сразу выпивала, и вот это головокружение, она может лежать. То есть, подождите, это не надо, то есть мама умерла от того, что она упала и ударилась головой об батарею, да? Ну, да, окончание вот это, да, так вообще токсический цирроз, да. Не, подождите, то есть, а умерла от чего? Вот, помолчите, пожалуйста, ну, миленькая, ну, вы поймите, я хочу, вот вы сейчас, вы сейчас в мании или в депрессии? Не знаю уже. В мании? Мне казалось, в депрессии. Депрессии, ну, ведете как мани. Значит, мама умерла, остро, она упала, ударилась и умерла, потому что голову пробила. Она не умерла дома, она две недели, ну, ей трепанацию сделали, две недели в коме. Ну, так правильно, она умерла от того, что упала. И участковый сказал, вы толкнули, или папа толкнул, или сестра, то есть, там было уголовное дело, или это несчастный случай, или это преднамеренное, скажем так, нанесение травмы. В доме была сестра, и в таких случаях участковые должны отработать, ну, вот эту версию. Ну, так я об этом, я об этом и спрашиваю, не надо объяснять, а вы же мне этого и не говорите. Значит, мама умерла не от СИРО, мама умерла от травмы при наличии СИРОЗа. С СИРОЗом мама бы еще прожила какое-то время. А так она умерла от того, что она разбила голову, трепанации черепа, кома, и она умерла. Больше она уже в сознание не приходила. Поэтому участковый должен был решить вопрос, несчастный случай, или это самоубийство, либо вы, или там ваша сестра, кто-то посторонний помогли, вот и все. То есть, это юридический вопрос. Ну, вот видите, так долго, а вы так... У меня это так вообще... Ну, я тогда на эмоциях была, конечно, я вау. Не на эмоциях, а в мании были, или как? Ну, да, да, я, то есть, не спала, причем пришел в 11 вечера, и вот это вот разговоры, я еще не сплю после этого, ой, ну, какое-то, вы знаете, я не знаю. Ну, хорошо, что вы еще делали в тот период? Мама умерла, надо горевать, а вы не горюете, да? Да, я плакать не могла. Да, вы плакать, да какое я не могла, я не хотела плакать, в мании люди не плачут. А какие идеи были в этот момент? Я, короче, убирала квартиру, учила сестру готовить, потому что папа не умеет себя обслуживать. Папе готовила, проходила курсы повышения квалификации. Ну, да, мама умерла, а вы курсы проходили, понятно, ну, понятно, это мания. Так, ну, ладно, с манией кончено, я вижу, мания, значит... И меня где-то полгода не отпускало, я прям мощно тогда... Полгода в мании находились, да? Да, я помню, прям, да, долго. Ну, и что вы там такого натворили в это за эти полгода? Я не могу сказать, что я что-то натворила. Меня, знаете, тревога какая-то накрывала, периодически, усиленная просто. Я не могу сказать, что я как будто... Это не тревога, это беспокойство, это как будто бы вот надо двигаться, что-то делать, понимаете? Вот очень многие мне говорят про тревогу, вот, а я уже понял, что это не та тревога. Это больным ощущается как тревога, на самом деле это какое-то внутреннее напряжение, и вот что-то надо, вот что-то как будто бы спину тебя толкает. Вот, она воспринимается как тревога, это трудно описать, я не могу этого описать, но я прекрасно понимаю, что это не тревога, это совсем другое. Ой, что будет, ой, боже мой, вот это тревога. Страх, предчувствие, значит, что-то случится там и так далее, волнение, это тревога. А тут это несколько другое. Хорошо, вы ничего не сделали, денег не потратили, глупости не сделали, вы были изнасилованы один раз в пьяном виде или несколько раз? Нет, у меня был только один эпизод, несколько раз попадала в ситуации, но... Ну, выскакивали из них. Выскакивали, да. Понятно, то есть почему именно в этих состояниях маниакальных, да? Ну да, потому что когда я в депрессивной фазе, я ни с кем особо не общалась. Правильно, правильно, правильно. В чем это мой вот... Да, хорошо, все, с манией закончили. Понятно, это мания, все. Теперь депрессия. Что, как вы себя чувствуете и ведете в депрессии? Расскажите. Я как-то плавно перехожу? Ну, от истерика вот эта, да? Подождите, плавно или быстро? Там быстро переходит. Там в течение нескольких дней. Из этого приподнятости погружается в яму. Вот у меня как, маниакальность, ну вот, повышена, да? Потом я чувствую, что это скоро закончится. Я прям, честно, я знаю. А что вы чувствуете? Что, уже нету той энергии, да? Да, той энергии нет. Я чувствую, что что-то изменилось. Пока я также на активе, но что-то меняется. И как долго это тянется, вот, когда вы уже в яму эту депрессивную? Сутки, двое, неделя? Где-то трое суток. Трое суток. Все, правильно, правильно. Это быстро. Все, вот теперь опишите, как вы ведете, что вы чувствуете, как вы ведете в депрессии себя. Вот после истерики, когда я уже тормознула, да, я чувствую, как перехожу в режим энергосбережения. Ой, я сегодня туда не пойду, это я туда. Я где-то тоже еще несколько суток, и все, я лежу. Ну, то есть я лежу, я плохо просыпаюсь, я неглубоко сплю. Я не чувствую, что я выспалась. Я могу 12 часов, 14 спать. Я заскребаю себя на работу в офис. Я не звоню друзьям. Мне не хочется, как бы, ничего делать. Просто меня, знаете, беспокоит, что вот эта какая-то перманентная депрессия, ну, вот какая-то вот эта фаза усталости, у меня несколько лет. Вот после похорон, вот эти полгода меня вот так вштырило. После этого пандемия, вот это вот все, я с радостью сидела дома. Мне дома было хорошо, я не хотела никуда выходить. И так еще полгода, 9 месяцев. Вы на работу выходили? Нет, я устроилась и сразу, ну, пандемия вот это, работала удаленно. А, удаленно, понятно. Да, и вот мне вообще никуда не хотелось выходить. Потом, когда вышла через полгода, я, такое ощущение, что я не вышла из вот этого состояния. Из депрессии не вышли, да? Да, было ощущение, да. Я вышла в офис, там новые коллеги, и девочка коснулась моего плеча, говорит, у тебя соринка, и у меня какая-то паническая атака случилась. Ну, может, из-за того, что пересидела дома, да. И я снова ушла домой, и я лежу, я понять не могу, что со мной. И вот с тех пор, уже, ну, с 20-го года, да, вот, я перманентно отсекаю от себя какие-то сферы жизни. Я не занимаюсь хобби, как-то незаметно. Раньше музыка, моржевание, вот это вот все было. Изучение языков, я тоже ничего не делаю. Я перестала готовить дома практически, раньше любила готовить. И это вот несколько лет вот так. У меня были, вы знаете, вот так идет несколько лет, и скачки, вот эти эпизоды, когда могу, могу, но вот эти могу их... А вот эти эпизоды, как долго длятся могу-могу? Их стало меньше. Да, меньше, но как долго они длятся? Они где-то до месяца. До месяца. До месяца, да. Вы выходите из депрессии или депрессия тоже есть? Вот мне кажется, что я меняюсь, вроде я такая же болтливая становлюсь. Я даже звоню кому-то из друзей, но я все так же чувствую, что у меня нет сил идти на вечеринку, я бы не пошла. Значит, смешанные элементы есть и депрессивные, и в то же время есть маниакальные. Смесь. Да, меня послушают, да, это очень странно. Раньше у меня такого не было. Правильно, такого раньше, раньше. Со временем все понятно, то есть... Так, не чистые они вот эти эпизоды. Да, да, микс. То есть вы выходите из депрессии, но полностью из нее не выходите. Мания появляется, но одновременно с манией все-таки элементы... Элементы депрессии. Все равно я не могу, все равно я не хочу, хотя я, конечно, гораздо активнее. Все понятно. Скажите, в депрессивной фазе у вас есть суицидальные мысли? Они крайне редко. У меня нет четкого определения, что я хочу. Я хочу прекратить это. Что это? Не жизнь, а вот эту жизнь. Ну, вот, как бы, я понимаю, что можно иначе жить. Вот. У меня в пятницу это случилось. У меня на работе случилась истерика. Подождите, когда? В эту пятницу? В эту пятницу, да. Это когда? Вот пару дней? Да, пару дней назад. Вот расскажите, что случилось. Подробно, в деталях, ничего не упуская. У нас с октября, ну, начинается активно самая, ну, сезонность, да, самая сложная пора с октября по декабрь. Я на этом новом участке. На меня коллега написала жалобу, что я, ну, в общем, что я, которая мне передает участок, она говорит, что я задаю много вопросов, она от меня устала, и туда-сюда. И я об этом узнала, что на меня жалобу. И вот, как бы, без помощи сейчас немножко осталось. И вот эти задания падают, падают, падают. Я сложно справиться, а заказчики с меня спрашивают, и на меня наехала заказчица. И я чувствую свою, ну, непригодность какую-то, не могу я это сделать. Я не понимаю, что от меня хотят, я даже не могу перевести на нормальный язык, что от меня хотят. Но она на меня наехала и сказала, что будет жаловаться руководителю, туда-сюда. Тётенька сложная. И всё, я, у меня воздуха не хватает, я дышу, я убежала, всё, слёзы. Я убежала и реву, 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 реву. Я сказала, что хочу уволиться, поговорила с руководством. Они меня очень просили остаться, потому что моя напарница, у неё рак нашли. И это всё тоже меня вот так колбасит. Я ушла домой. И я не знаю, вот такое ощущение, что я в вакууме, в вакуум прям вот. И мне никто не может помочь. Подождите, в вате? А, в вакуум. А, в вакуум, в вакууме, да, да. Да, я вообще нету решения никакого. Я иногда думаю, так, ну, может, я не знаю, повеситься я не хочу. То есть у меня как-то... Нет, подождите, не надо. Давайте вот эту ситуацию. Вы пришли, всё, всё, я понял. Я не хочу жить. Пришли домой, в вакуум. Значит, что, безнадёжность. Вы не знаете, что и как. Что вы дальше, как дальше развивалась? Я кричала, я дома кричала. Как кричала, как кричала? Ну, а-а-а-а. Вот так, ну, это был раптус. Это был меланхолический раптус. Вы кричали, это помогло вам немножко? Ну, нет, чуть-чуть, да. Ну, такое ощущение, как будто бы вот изнутри вот это раздирает изнутри. И я не могу выход этому дать. Это, блин, это ужасное ощущение. Ну, хорошо, и что вы хотели? Повеситься? Что? Мысли какие были? Не хочу жить. Не хочу так мучиться. Это безнадёжно. Я в тупике. Вы понимаете? Да, я казалось, что тупик. И так, почему я должен? Вы мне рассказывайте. Я так, ну... Да, тупик именно. Вакуум, тупик, это всё... Я даже не знаю, когда... Ну, и дальше куда? Вы начали кричать. А муж был дома или нет? Нет, его не было, он в отъезде. Он в отъезде, понятно, одиночество, мужа нет, всё, отчаяние. Это ужасно, это... Я ему написала, давай расстанемся. Вы ему даже написали в пятницу, давай расстанемся? Да. Я не могу поддерживать общение. То есть я чувствую, что я не могу... Я не знаю, что я могу дать людям. Вы плакали или только кричали? Да, Сильв. Я ревела весь... Ну, полдня оставшиеся, да. Подождите, вначале покричали, а потом ревели, да? Я ревела. Ну, хорошо, а мысли, как выйти? Вот, были мысли, что надо покончить с этим делом? Это невыносимо. Да, без конкретики у меня были эти мысли. Какие? Иногда у меня мысли куда-то уехать. Иногда у меня мысли, ну, чего-то с собой сделать. Ну, что сделать? Я хочу заболеть и умереть, да. Ну, понятно, заболеть. Чем заболеть? Меня затопили. Я это, да, ну, в этом... А вот в пятницу что было? Какие мысли были? Уехать? Да, что я хочу не проснуться. Я хочу уснуть и не проснуться. Ну, это так. Это не было конкретно. У меня нет желания прыгнуть из окна, там, ну, резать вены. Я очень... Мне больно, страшно это представить. Я трус в этом смысле. Но это настолько переполнять, что я не хочу. Всё. Это всё, что я могу сказать. Хорошо. Когда вы вышли из этого... Ну, как вышли? Немножко. В этот раптус прошёл. Отчаяние стало плохо. Но всё-таки уже не так глубоко. После того, как вы поплакали, да? Или как? После к ночи я пошла на собрание анонимных алкоголиков. Друзья, ну, я пошла общаться. Это в пятницу, да? Да, в пятницу я пошла. Так, а вы давно посещаете эти 12 человек? Шесть с половиной лет. А почему так долго? Это для того, чтобы поддерживать, чтобы рецидива не было, да? Ну, это уже, знаете, да, стиль жизни, что ли. То есть я прошла шаги, я передаю девочкам. А, вы ещё и как инструктор, да? Ну, да. Наставник там или как-нибудь. То есть и это вот вы немножко отвлеклись там, и вот это отчаяние острое, отчаяние ушло, да? Да, я понимаю, что в эти моменты мне надо с кем-то, ну, выйти из головы поговорить надо, да. Ну, это раптус, вы знаете, вот эти раптус, как часто вот такие состояния? Вот как... Ой, крайне редко, слушайте, я не знаю даже, у меня в жизни их было, ну, шесть, может. Шесть. Вот это самые опасные моменты. Самые. В этот момент вы можете, если это будет более тяжёлый, более продолжительный, можно сделать непоправимое. Поэтому вот в эти моменты надо быть особо-особо осторожным. Не писать мужу, давай расстанемся, а давай позвони мне, давай мы поговорим, чтобы как-то отвлечься. Вот. Ну, он... Тут у нас сложность возникла, видите. Когда я уже к психиатру обратилась и так далее, он сначала очень скептически... Он тоже анонимный алкоголик, и он говорит, Наташ, ты недостаточно хорошо выздоравливаешь, ну, по этой программе, с Богом, у нас там высшая сила. Нет, подожди, да, выздоравливай. Полиция надо больше. Вы болеете, другие, вы болеете, бар, у вас бар. А то анонимные алкоголики от бара вас не вылечат. Вот чем вся проблема. Я это недавно поняла. У нас очень много заблуждений на этот счёт. Вот чем вся проблема. У нас рядом куча психов, и надо лечиться. Подождите, так что он сказал, что ты плохо выходишь, и что дальше? Да, мне надо идти помогать другим, больше быть полезной, молиться, медитировать, внутреннее согласие. Потом он понял, что это что-то другое. Я ему объяснила, что это физиология. Ну, я не могу своим мышлением, поведением это излечить. То есть я выздоравливаю, я что-то делаю. Я не пью, я чувствую себя, ну, чаще счастливой, чем несчастной. Нет, подождите, а тянет выпить? Нет. Честно? Честно, вообще нет. Ну, хорошо, так начали кушать эклеры. Ну, да, но сигареты бросила. И сигареты, а зачем? Это хорошо, нет, это всё хорошо, но вы поймите. Вам надо начать лечиться. Если вы не будете лечить бар, то вы всё равно запьёте. Рано или поздно вы запьёте, и эклеры не спасут. Да, я, кажется, так... То есть я, знаете, я раньше позанимаюсь с девочками, ну, там, программу отдать или помочь кому-то. Я чувствую себя лучше, да? А тут я чувствую себя хуже, хуже. То есть я лежу пластом, и меня это пугает. Я... Как я это сделаю? Меня не понимают наши, ну, говорят, да, надо... Кто не понимает? Ну, из сообщества там, типа, да. А, ну, откуда им понимать? Да, нет. Вы знаете, вам надо... Нет, там вы останьтесь, работайте, но вам надо лечение. Кстати, а кто вам поставил бар? Я была у психиатров, как вы... Две недели назад. Три недели, так. Две, да. Он полчаса со мной побеседовал и говорит, я подозреваю у вас бар. Он прописал мне лекарства и направил в психиатрию. Куда в психиатрию? В больницу? Да, в психбольницу. Сказал, что он не решился мне прям диагноз поставить. Нет, у вас бар. Я вам ставлю прямо. У вас бар, конечно, бар. Только я не знаю, от мамы или от папы. Этого я не знаю, потому что и там... А, у меня мама, она могла, знаете, ночью, я просто сейчас понимаю, она меня ночью могла разбудить вилкой из-под пельменей, с какой-то окошкой из подъезда поговорить, слушать Стаса Михайлова. Ну вот, значит, мама, вот, значит, от мамы. Вот вам и всё. Я же... Я же... А, это что-то другое. Значит, нет, у вас, конечно, бар. А что он вам назначил? Фенибут и Вальдексан на ночь. Ну, всё. Так это он поставил бар и назначил Фенибут. Он говорит, я не решаюсь. Ну, полчаса... А я решаюсь. У вас бар, у вас самый классический. Мы же всё сейчас обсудили. Маниакальные фазы и депрессивные, и маниакальные... Даже раптусы есть. Вот это раптус в пятнице был. Самый настоящий раптус меланхолический. Плакали, кричали и так далее, и так далее. Страшно было. Вакуум. Это, ну, вы говорите, это пустота, вакуум. Это всё. Всё. Конец. Конец. Тупик. Тупик. Я так не могу. И вы говорите, вот лучше бы я заснула и не проснула. Понимаете? И слава Богу, что это ещё на этой фазе. А может вот этот раптус сопровождаться? Я не буду, я сейчас пойду и таки приму и засну. А не просто так гипотетически заснуть и не проснуться. Пойду и приму, или пойду и прыгну, или пойду повешу. Причём, да, в обычной жизни, если я подумаю, ну, допустим, об этом, то я думаю о своих близких, что им там по наследству ипотека, я об этом думаю, что, ну, проблемы от меня достанутся. А вот в тот момент я, мне было плевать вообще. Правильно, плевать на всё. То есть настолько невыносимо, настолько страшно, что только смерть избавит меня от этих страданий. И всё. Но ещё не дошло дело до активных действий. Правильно? Вы ещё не предпринимали. Вы только думали, вот заснуть и не проснуться, заболеть и умереть. И чёрт с ним, как мама упасть, удариться башкой об это вот, об батарею, в кому впасть и умереть. Вот только так. Пассивно, пассивно вот умереть. А, но, поверьте мне, если лечиться не будете, когда вот, вот, ну, вы знаете, вот очень подозрительный дед по, в этот гениальный по отцу, он же покончил жизнь. У мамы никто не кончал жизнь. А там кончил. Вот, может быть, у него, может быть, вы и от отца получили. Чёрт его знает. Ну, ладно, это не имеет значения. И там, и там. Значит так, он не поставил вам бар, он только предположил. Почему? По лечению. Это неправильно, это лечение вам не поможет. Так, вы собираетесь госпитализироваться? Я сходила в психиатрию. Мне предложили больничный и на дневной стационар на диагностику. Предположили тоже бар. И предложили пройти тест в HCL 32, что ли. Могу точно сказать, сейчас посмотрю. Не, подожди, да не надо мне это. Я уже с вами, понимаете, вместо того, чтобы разобраться, и тот врач, и это поставить диагноз, они будут вас на диагностику направлять. Уже диагноз есть. Вы прямо придёте, когда вы придёте в этот, больничный берите, потому что работать вы сейчас не в состоянии, вы уже год в этой депрессухе, вот, и так далее, и так далее. Больничный берите, ну, прямо скажите, меня консуль... Кстати, можете дать и послушать вот эту, вот, это как хотите. Вот, или прямо сказать, у меня биполярное расстройство, не знаю, от мамы, от папы. Вот у меня мама по маминой линии алкоголизм, в четвёртом, значит, поколении прямо. Там стесняться не надо. Значит, по отцовской линии дед покончил жизнь самоубийством, пил и покончил, и так далее. Сестра пьёт, и так далее. В двух-трёх словах. Вот. Я консультировалась в воскресенье с врачом, вот, и так далее, и так далее. Он мне выставил диагноз, бар. Всё. И поэтому, пусть они там проводят, это уже другое дело, но они должны уже лечить вас как бар. Значит, чем лечат бар? Антидепрессантами бар не лечат. Они не помогают. Да, усиливать могут. Понимаете? Там надо, что, норматимик, ламатриджин, потому что вы сейчас в депрессухе, и антипсихотик. Вам не страшно сильно поправляться, или как? Страшно. Страшно. Хорошо. У вас деньги есть на хороший, дорогой антипсихотик? Найдём. Значит, карипрозин. Вот тогда он не будет давать веса вам. Карипрозин, да? Да, то есть она называется реагилла. Реагилла. Не надо писать карипрозин, реагилла. Это действующее вещество. Значит, начнёте с полтора миллиграмма. Нет, перейдёте, если будет мало, через две недели на три миллиграмма. И ламатриджин. Но вы поймите, пациентка инкогнито, что я вам хочу сказать. Вы же идёте в дневной стационар, вы должны их убедить, что у вас такие действительно бар. Потому что если они вам поставят просто депрессию, они же не будут, вам ничего лишнего не надо. Вам хватит два препарата. Значит, вот норматимик ламатриджин и антипсихотик, значит, карипрозин. Понимаете, почему? Потому что есть аланзопин, есть квитиопин, значит, они дают сон, но они дают вес сильный. Понимаете, для дам вес не подходит. Остаётся либо карипрозин, либо лурозидон, ну и ламатриджин. Они вам, скорее всего, начнут давать антидепрессант. Ну, пожалуйста, принимайте антидепрессант, но он вам не нужен. Он абсолютно на вас не подействует. У вас классика. Причём давно это классика. Это давно классика. А тревожное расстройство может быть? Да какое тревожное? Вот они вам, может быть, и поставили. У вас бар, а никакое у вас не тревожное. Всё, что вы рассказали. У вас мания и депрессия. Мания и депрессия. Мания и депрессия. Меланхолический раптус. Душевная боль. Пустота. Вот. И так далее. Вам даже наплевать в этот момент на... Понимаете, это называется... Это вот анестезия психическая. То есть, если раньше вы думали, как я им оставлю, значит, эпопе... Это вот... Ипотеку отцу уже старому и так далее. А потом вам уже всё наплевать, что им будет и не будет. То есть, вам всё... Это уже анестезия и так далее. И тогда у вас классика. Понимаете? А тот предположил. И этот предположил. Так давайте, если ты предположил, так давай занимайся. А они, значит, это времени нет. Они и не занимаются. Да видите, как я... Я к вам пристал, как банный лист. Как пьявка. Как пьявка. И вытягиваю, и рассказывайте, рассказывайте. Поэтому и диагноз ясен. Для меня уже всё. Для меня диагноз... И алкоголизм от этого идёт. И алкоголизм, поверьте мне. В депрессии вы пьёте, чтобы повысить настроение. А в мании вы пьёте, чтобы ещё было лучше. Мне хорошо, я хочу, чтобы ещё... И чтобы глобально было, понимаешь ли, лучше. Вот вам и всё. Алкоголизм у вас... И я думаю, у всей вашей семьи алкоголизм, он следствие. Следствие, вот, скажем, заболевания. Понимаете? Вот и всё. То есть это лечение. То есть и вы лечились алкоголем, и мама лечилась алкоголем, и тётя лечится алкоголем, и бабушка с дедушкой, нет, и прабабушка, и этот вот, и дед, и все, все, и сестра лечится алкоголем. Вот вам и всё. А лечить надо не алкоголем лечиться, а надо лечиться, надо поставить диагноз и лечиться, значит, вот, препаратами. Но только не антидепрессантами. Мне надо прекратить то, что я сейчас пью. А что вы сейчас пьете? Фенибуты. Мне в психиатрии фенибутов в два раза больше. То есть сейчас какой прием? Две таблетки фенибута, одна таблетка вальдоксан на ночь. Понимаете, пейте пока, потому что другого нет. Понимаете, в чем проблема? Я вам диагноз выставил. Все, теперь вся проблема в том, что ваши эскулапы вам выставят. Вот и все. Если они не выставят, они будут лечить фенибутом. Они будут лечить этим, скажем так, агамелатин. Это агамелатин. Причем там, кстати, надо быть осторожно. Потому что агамелатин, этот вальдоксан, он действует на печень. Он повышает эти трансаминазы. Поэтому надо было проверить вначале трансаминазы, а потом через две недели, четыре. А кроме того, поверьте мне, что вот это лечение ничего вам не даст. Абсолютно. Вы лечитесь, а в пятницу вот чуть не повесились или что там. Я две недели только пью. У меня предупреждает, что... Ну, правильно, две недели. И вы абсолютно ничего не чувствуете. Вот вам пятница показала. У вас был раптус меланхолический. И все. Вот вам и все лечение. Будете лечиться антидепрессантами, будете лечиться фенибутом. Так и будет. И раптусы будут, и тупить будете, и так далее. И мании будут, и депрессантами. Все будет. Все, что было, все и останется. Абсолютно. Но это, понимаете, проблема. Вы должны их убедить. Вы должны им прямо сказать. Господа, не надо меня... То есть, вы можете обследовать, черт с вами. Но начинайте мне лечение, как больной, биполярным аффективным расстройством. Вот у меня есть. Я прочла там, или я консультировалась, и так далее. Как хотите. Понимаете? Вам самое главное. Диагноз у вас уже ясен. Вам не нужна уже диагностика. Не нужна. Поверьте мне. Она не нужна. Все, это пустая трата времени. Вам нужно уже лечение. Вам давно надо было лечение. Вам давно нужна была диагностика. И давно уже должно было быть лечение. После того, как вы в мании выпили, вас ограбили и изнасиловали. Уже тогда надо было, чтобы у вас было лечение и диагностика. Нет. Понимаете? Вот и все. Я предполагаю, давайте пойдем на диагностику. Кто там будет вами заниматься диагностикой? У них времени нет. Этот предположил. И на этом все. Значит, вот иди в психиатрию. Пошла ты к чертовой маме. Психиатрию. Нет, мы тебя не положим. Иди в дневной стационар. Вот там и будет диагноз. И вот так оно и будет. Вот так оно и будет. Диагноз есть. У меня бар. Значит, скажите даже так. Бар-2, скорее всего. А может быть и бар-1. Это не суть важна. Вот. Мне нужно два препарата. Вот давайте назначьте мне я. Вы же понимаете? Вы же сами покупаете. Выпишите мне лекарство. Это вот рецепт на карипразин. И выпишите мне на ламатриджин. Все. И я буду это принимать. Схему, схему лечения ламатриджином я вам сейчас брошу. Потому что они и объяснять не будут. И вы будете следовать этой инструкции. Карипразин на ночь полтора миллиграмма. Недельки две. Если не почувствуете облегчение, начнете принимать 3 миллиграмма. И все. И вот эти два. Долго и длительно принимать ламатриджин. Подобрать дозу лечебную. И этот вот карипразин. Карипразин, почему я вам назначаю? Потому что вес. Он не влияет на вес. Квитиопин. И особенно аланзопин. Вот я их люблю. Но это, например, дамам это не подходит. Особенно аланзопин. Это вес пойдет. Еще будете эклерами за это вот закусывать. Так вы за неделю наберете килограмм 10. Вот и все. Понимаете? А карипразин, он нейтральный. Он не дает. Он не дает вот этой прибавки веса и так далее и тому подобное. Но, правда, и сна не дает. В смысле, вот квитиопин бы выпили бы, спали бы немножко лучше. Аланзопин тоже. Но вот это и есть ваша терапия. А с диагнозом все ясно. И поверьте мне, если сестра будет пить ее тоже к психиатру, а не к этому наркологу, тоже ее надо лечить. Потому что набор генов у вас один и тот же с ней. Это родная сестра. От папы, от мамы. Понимаете? От мамы и от папы. Там вот такая вот вещь. Понимаете? А как вы думаете? Вы хотите рожать? Я пересмотрела свои взгляды. Раньше я думала, что меня травмировало рождение сестры. Мне было 10,5 лет. И у мамы началась после родной депрессия. То есть она психовала. У мамы еще и депрессия была. Наконец-то. Ну, папа не участвовал. Он закрывался в комнате. И вот мы с мамой и сестрой грудной. И мама где-то месяца через два у нее конкретно прям ее накрыла. Вот сейчас я понимаю, что это было послеродовое что-то. Я ее забирала, сестру. Она на искусственном вскармливании была. Я ее кормила, подмывала, тыры-пыры. Потом утром в школу. И вот меня, может, так напугало это. То есть я тревожная и так сама по себе. Меня пугают дети. Меня пугает эта ответственность. Я очень... Я видела, как мама страдает. И вот я помню свои упадки сил. А я понимаю, что детям надо много сил. Я понимаю, что я это не вытащу. Честно. А не потому, что я их не люблю. А я вам скажу еще больше. Это все правильно. А вы можете и наверняка передадите. Ген. А особенно, если еще от этого мужа, который сам алкоголик. А он сам же нездоровый. Так там сто процентов будет. Все. А, ну, он в ремиссии. Ну, да, я понимаю, о чем вы. Понимаю. У него ген тоже. Он же не диагностирован. Сколько ему лет? У нас большая разница в возрасте. У него 47. 47. Ну, вот, вот. Я понимаю, он сам нездоровый. Он, ну, 8 лет он трезвый. Тоже, ну, как бы. У него дочка хорошая. Умная девочка. А сколько лет дочке? Ей 19, кажется, да. Она настолько умная, что она по конкурсу там где-то, она получила грант на столичный вуз. Ну, хорошо, она получила. Хорошо. 19 лет. Еще не вечер, как говорят. Ну, да, да, я понимаю. Да, а потом, может быть, уже и вечер она от мамы получила. Так ее, понимаете, там какая проблема. Вот дочка может быть здоровая, а ее дочь или внучка вашего, этого мужа, она может заболеть. Понимаете, там идет наследование по рецессивному типу. Может быть, может не быть. Ген есть. Но он, например, у дочери, дай бог, но 19 лет. У вас тоже в 19 лет вы еще к врачу не обращались. Вы обратились в 34 года или в 33. Вот, когда все это началось. Понимаете? Вот им все. То есть, Ген может быть спящий, и так он может и спать. Но он передается, он есть. Чем болеет ваш муж, я не знаю. Но поверьте мне, что он нездоровый. Поэтому если вы с ним, если с ним вы от него будете рожать, так там будет такая суммация. По маминой линии, по папиной еще ваша дочь или ваш сын получит еще и от папы своего. Понимаете? Вот в чем дело. Там все, там будет полное выражение. Полное. Поэтому с этим мужчиной рожать вам я бы не советовал. Потому что вы только усилите риски получения все-таки вот этой патологии. Хотя даже если и здоровый будет абсолютно, ваша сторона сильно скомпрометирована. Там тоже нет никаких гарантий. Это я вам серьезно говорю и открыто, что вы давно... Не потому, что вы не... Конечно, конечно, если вы в депрессии, как вы будете заниматься детьми? Или в мании? Вы будете ездить по городам, понимаете? Вы же будете вести себя. То есть воспитание, значит, будет запущено. Так как и вас, кто вас воспитывал? Мама в депрессии, папа запирается, а вы занимаетесь, будучи школяркой, занимаетесь сестричкой. Понимаете? Это же ненормально. Папа тоже ваш, скажем так, немножко странноватый тип. Несмотря на то, что так же, как и дед был гениальный, а взял, покончил жизнь самоубийством от гениальности и еще и алкоголем зло. Понимаете? Вот вам и все. То есть папа по профессии успешный, а так он все прячется. Маму не лечил, дочку не лечил. Вот, понимаете? И так далее, и так далее. Мама в депрессии. Вместо того, что папа, значит, нанял няньку, нет, дочка, школьница. Сколько вам было лет? Десять с половиной. Десять с половиной. Вы ее подмываете, мама в депрессухе, вот, и вы идете в школу, понимаете? Это же ненормальная вообще ситуация. Полностью ненормальная. А у вас проблема в том, что действительно, если вы будете вот так болеть, вы просто не уделите мне нужного внимания своему ребенку. Но не это самое страшное. Самое страшное это то, что, ну, можно бону нанять, можно эту вот воспитательницу, она как-то немножко бы и заменила. А проблема в том, что дочь ваша или сын ваш могут получить гены от бабушки, от дедушки, от мамы от вас, да еще если от этого, так еще и от папы там. Вот в чем вся проблема. Но я где-то внутри тоже склоняюсь к этой мысли. Но ведь женщины без детей ведь тоже могут быть в обществе. Я понимаю. Значит, я должен, как врач, предупредить, что такой риск. А решение принимает сама. Я же не могу вам запретить. Нет, я наоборот склоняюсь к тому, что я не вижу проблем в том, что у меня не будет детей. Я давно об этом думала. Ну, это Евгеника. Евгеника. Почему? Потому что если вы, значит, будет у вас ребенок, то вы можете, она, этот ребенок, давайте так, она не унаследует, у него будет спящее. Значит, она получит то, что вы получили от своей мамы. Что вы получили? Папа на работе, а мама, значит, в алкоголизме. Значит, то и у вас будет, то вы будете в мании, то вы будете в депрессии. Это даже если она не получит. Но у ее детям, поверьте мне, скорее всего, настолько у вас тяжелый и длительный. Вы понимаете, в каждом поколении прабабушки, прадедушки, бабушка, вот, мама и вы, и сестра. Понимаете? Оно идет точно. Так что, в принципе, рассчитывать на то, что ваш ребенок, скажем так, проскочит, теоретически можно рассчитывать, но практически, поверьте мне, навряд ли. Особенно если еще и от папы, бывшего алкоголика. Вот вам и все. Поэтому это вы должны сами с мужем решать. Сами. А, он не против того, чтобы я не рожала. Я поэтому, я внутри, как сказать, я внутри близка к этому. Я не вижу себя матерью. Но я понимаю, что мне найдется место быть полезной этому обществу, этому миру. Главное, человеку быть полезным. Мне кажется, в этом, как бы, важно. Ну, это вы решаете. Все, я как врач, это Евгеника. Я вам просто информирую, что если уже и рожать, так рожать от абсолютно психически здорового человека. Ваш муж, если он был алкоголиком, он не абсолютно психически здоровый человек. Значит, риски усиливаются. Но, даже если вы родите от абсолютно психически здорового человека, у вас все равно с вашей стороны настолько сильные эти гены, что не исключено, что ваш ребенок. И это информация. Все. Это информация. А решение, я не могу вам сказать, не рожай или рожай. Я просто вам сказала, как я сама давно решила. Да, да, да. Умничка. Вы правильно поняли. Я вас проинформировал, поставил все в известность. Это всегда надо информировать больных. А сам больной, он уже решает. Почему? Потому что никто не имеет права. Никто не имеет права запретить или, понимаете. Человек должен просто объяснить ему и все. А сам человек с мужем и так далее, он сам принимает решение. Вот и все. Вы информированы. Вы и сами уже без информации уже думали об этом. Потому что я буду не той матерью. А самое главное, то, что и ребенок может получить то же самое генетическое. Ну, вот так вот. С диагнозом ясно? Да, спасибо. Гора с плеч. Да. Ну, гора с плеч. Я вам скажу вот что. Понимаешь. Какая гора. Вы должны понять. Я сейчас еще несколько слов. Диагноз тяжелый. Заболевание не самое. Скажем так. Это заболевание занимает второе место. Самое страшное – это шизофрения. Там вообще полный, полный конец. Там слабоумие и так далее, и так далее. Ну, это мне повезло, я проскочила. Не, ну, нет у вас. Шизофрении у вас нет. Так. Но это тяжелое заболевание. Лечится тяжело. Значит, что, что принесет вам во то, что вы уже сегодня знаете свой диагноз? Если врачи будут кооперативные, если врачи будут, я понимаю, то, по крайней мере, вы не будете принимать то, чего вам не поможет. Что вам не поможет. Что вам не поможет. Антидепрессанты вам бесполезны. Понимаете? Вот вам нужен один антипсихотик атипичный и норматимик. Все, вот эти два препарата, это то, что может дать вам эффект. Но это длительное лечение, не ожидайте мгновенного эффекта. Но эффект наступит, и это лечение принимает длительно. Как минимум три года вы должны беспрерывно это принимать, для того, чтобы как-то стабилизироваться. Вот вам и все. Но антидепрессанты, я вам прямо говорю, если бы я был вашим лечащим врачом, я бы вам не назначил. Вот и все. Скажем так, эти протоколы американские, немецкие, они исключают использование прибара, прибаре, значит, антидепрессантов. Как в вашей стране, я не знаю. Но я вам не советую, потому что это бесполезно. Я вас слышала, да. Мой опыт показывает, да, мой опыт показывает, они абсолютно ничего не дают. То есть вы принимаете то, что априори абсолютно не даст никакой пользы. Более того, вполне вероятно, что иногда они могут в манию вогнать. Мания приятна вам, но вы же понимаете, что при мании у вас, ну, скажем так, ничего продуктивного тоже нет. У вас только обещания, я могу взять и траты денег, или там, скажем, курсы, какие-то идеи и так далее. А самое главное, вы сгораете, вы мало спите, вы идете на износ. Но состояние, конечно, намного комфортнее, чем при депрессии. Там все хорошо, все замечательно, я все могу. Мне море по колено. Я Иисус Христос, я все могу сделать. Я могу сделать такую работу, которую ни одна собака не сделает. Вот и все. Но чем кончается, вы же понимаете, потом депрессия, и вы понимаете, что же я наобещала. Что же я это вот наговорила людям. Вот сейчас у вас конфликт, вот в пятницу был конфликт с заказчиком. Понимаете, я буду жаловаться. Конфликт с коллегами, которые говорят, она нихрена не понимает, потому что вы тупите в депрессии. Вот в чем вся проблема. Но бросать не надо, на больничный надо идти. Почему? Потому что, если вы начнете правильное лечение, у вас есть шансы, что вы стабилизируетесь, и все, и состояние будет более-менее. Слава Богу, вы прекратили пить. Но, вы знаете, меня удивляет, меня удивляет. Ведь все-таки вы же пили не потому, что вы пили, а потому что алкоголь вам, скажем так, он вас, скажем, в депрессии, он вас немножко помогает. А в мании он дает вам полноту счастья, полноту счастья. А когда вы последний раз пили? Шесть с половиной лет назад. О, молодец, умничка, умничка. Ну, вот теперь только, понимаете, и надо было уже шесть с половиной лет тому назад, когда у вас забрали алкоголь назначить вам лечение, а они бросили вас. И вы эти... Причем я сейчас понимаю, что когда я начала выздоравливать, меня так это подстегнуло, я как раз в баню вошла. Тоже длительный период, где-то, может, полгода, если как бы не год. Очень долго. Я за все бралась, у меня все, учеба, работа, моржевание, путешествия, там, туда-сюда. Ух, блин. И мне казалось, что так будет всегда. И я об этом вспоминаю, как будто бы это моя норма. Я себя сравниваю с тем периодом. Музыка там, я за все бралась. Мне так было классно быть трезвой. Я так была счастлива. Вот эта эйфория у меня была. Но сейчас я понимаю, что мания, короче. Да, это была мания, а сейчас депрессия, сейчас ничего классного нет. Вот пятница – это показательный день. Это даже был раптус меланхолический. Не самый тяжелый, но вы должны помнить, в таких состояниях, когда вот вы одна, и все безнадежно, и хочется заснуть, и не проснуться, а то еще больше что-то сделать, немедленно звонить, немедленно с кем-то разговаривать. Ну, правда, вы и так, вы начали кричать, вы начали плакать, и таким образом немножко сняли напряжение. Вот, потом пошли на занятия, позанимались там, ну и немножко ответили, раптус прошел. В этот раз прошел. Но вы должны хорошо это понимать, что в любой момент раптус может кончиться самым-самым таким непоправимым. Это вы должны иметь. Поэтому ни в коем случае серьезно относиться к этому состоянию. И не писать мужу, давай расстанемся, а наоборот, давай позвони мне, или приезжать домой. А нет, он же в другом городе. Давай поговори со мной. Вы знаете, вы в фильмах видите как, вот фильмы, да, художник, значит, стоит там молодой человек или девочка на мосту. Подходит этот следователь, да, или этот, значит, опер, да, и начинает тихонечко с ним разговаривать, разговаривать. Вот это раптус, человек хочет прыгнуть, у него раптус. Вы знаете, у меня была ситуация как раз с суицидником на мосту. Когда в полтора года трезвости у меня как раз был тоже раптус, и я тогда себя била, ну, self-harm, ну, или как называется. Я тогда переработала на трёх работах, ну, вот этот, всё, у меня пошло вот это. Я упала на колени, я как раз не выздоравливала, я забила на всё, у меня была куча идей, и вот это вот всё. И вот этот самый пик, я упала на колени, говорю, ну, боже, если ты существуешь, как бы, ну, ты что-то сделай с этим, я не хочу жить, я боюсь, я не могу, мне больно. Я билась башкой о полреали на коленях. Я надела кроссовки, включила музыку, ну, рок там, и думаю, сейчас я побегу через мост в лес и буду бежать, пока не упаду, короче. И я побежала. И бегу через мост, это, знаете, такое эстакадо, или как это называется, ну, когда под тобой дороги, и ты, ну, вот. И там такой штакет, который тебя, ну, мост, мост, да, ты бежишь вдоль моста. Я видела за штакетом, за поручнями, да, мужчину, он сидел. Знаете, на выступе, и вот-вот он прыгнет на дорогу, то есть под нами трасса, да, он сидел прямо на небольшом выступе, у него одна полупопия еле держится на этом, ну, как бы слабо держится, он грустный. А я бегу злая, я, ну, у меня вот это прет, злоба из-за отчаяния, такое вот слезы, злоба, да, вот это. И я его увидела краем глаза. Ну, вот, блин, а. Я разозлилась даже, что он меня отвлек от своих мыслей, да. Я вернулась, такая, подхожу, я с матом, говорю, ты что тут сидишь-то? Ты что, делать нехрен, там, туда-сюда, ля-ля-ля-ля, ты не думал, что тут психи, типа, меня бегают, я еще пну тебя, извините. Если ты, как бы, просто сидишь, просто смотришь или музыку слушаешь, ну, тебе обломают кайф, да, что ты упадешь. Либо, если ты суицидник, то не попрощаешься, как бы хреново так все получится. Он так, да нет, что-то, он что-то мямлил, я даже не поняла, очень грустный, по-моему, он заплаканный тоже был. Короче, я ему помогла перелезть, то есть я не могу сказать, что была милая там, я говорю, мужик, это, да. Вы ему помогли, вы ему помогли, возможно, вы его спасли. Да, и он меня спас, да, получается, что он так вовремя попался, и я ему где-то была. И я уже бежала после этого, знаете, с улыбкой, ну, я о нем думала. И я начала думать о другом, да, каком-то, и очень разморочил. Я потом, когда обратно бежала, я еще посмотрела там, ну, нету ли крови на трассе, ну, видимо, ушел. Очень ему благодарна, вот да, такой был. Нет, вы ему благодарны, но он должен быть вам больше благодарен. И он мне, да, видимо. Потому что он уже был на грани, он уже был на грани, он уже готов, он раздумывал, но он мог уйти, но он мог уже и прыгнуть вниз. Вот чем вся проблема, вот это оно и есть. Да, да. Вот это, вот это рап, вот это раптус, понимаете? Два раптуса встретились, короче. Да, 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 ну, вот такое бывает, видите, видите. Ну, в общем, вот так, значит, ваша задача убедить ваших докторов, что у вас бар, все, бар окончательно, 100%, без всяких сомнений, лечение, никаких антидепрессантов, значит, один антипсихотик и ламатриджин. Поскольку вы не хотите поправляться, я не хочу ланзопин, я не хочу квитиопин, я хочу корепрозин, выпишите, все. Вот это, вот это. А потом, если будет у вас какая-то необходимость там или что-то появится, пишите мне, мы еще раз побеседуем по результатам лечения, вот и все. А бар никогда не вылечить? Электро, я что-то слышала, электростимуляция, нет. Всегда есть, всегда есть вероятность возобновления, либо депрессии, либо мании, вот и все. Это неизлечимое, вы должны это понимать. Но, если вы будете правильно лечиться, вы будете в стабильном состоянии, не будет ни этого, не будет ни этого, а будет как минимум в атаке, а так уже можно жить. Понимаете? Вот и все. Значит, лечение даст более-менее стабильность, не будет тяжелой депрессии, не будет раптусов, не будет, вот, и не будет этого, что вы будете браться за работу, которую вы априори не выполните, не будете ездить по городам, тратить деньги и так далее, и тому подобное. И все, будете более-менее нормально, потому что и то психоз, и это психоз. То психоз, почему? Я все могу, это психоз. Только такой, знаете, я великий, я это вот. Вот, я теперь понял, почему вас били, почему с вами, значит, считали. Потому что вы находились в мании, и у вас было, скажем так, пренебрежительное отношение. Вы никто, вы что, я такая. А народ это замечает. И поэтому эти шкалеры, вот они и издевались над вами. Они же не понимали, что это болезнь. Вот вам и все. Офигеть. Спасибо, вы открыли мне глаза. Самое, самое страшное, самое страшное в депрессии, это раптус, помните. Да. Немедленно, если возникают вот такие мысли, отчаяние, как вы говорите, вакуум, немедленно с кем-то говорить, куда-то звонить, чем-то заниматься и так далее, и так далее. Вплоть до того, что прямо психушку бежать и все. Потому что, если вы покончите, вы же сами понимаете, вы же молодая женщина. В мании, там самое страшное, что может быть, можете потратить деньги, можете пообещать людям, там, я не знаю, золотые горы. Да, а потом будут проблемы, не выполнила и все, и будет и суды, и что угодно может быть, и жалобы и так далее, вот и все. Но, конечно, самое страшное это раптус, там жизнь на кон поставлена, там на кон поставлена жизнь. Рано или поздно раптус может кончиться все, самоубийством и все, и вы гибнете, вот вам и все. Там только могут материальные, моральные проблемы. Я пообещала, я не сделала, начальник сказал, да пошла ты какая-то ненормальная, и он может уволить. Или жалобу может быть, или там в суд подадут, чтобы не выполнили обязательства, или вы деньги потратите, или вы начнете опять возобновить и пить, и там опять какая-то ерунда была, или там поругаетесь, подеретесь с кем-то, полицию, вот что там. А тут на кону жизнь, поэтому раптус это самое страшное, и это то, что нельзя допустить, и что требуется немедленно действовать. Раптус немедленно, либо принимать бензодиазепиновый транквилизатор, а потом обращаться к кому. Но если он подействует, и вы заснули, все, раптус уйдет. Если он не уйдет немедленно к врачу, и сказать, у меня суицидальные мысли, у меня раптусы, они не проходят, вот, я хочу все-таки жить, значит, поместите меня там в больницу. То есть тут стесняться не надо. Если это будет затяжной раптус, и уже появятся мысли о том, чтобы что-то сделать активно, не пассивно, лечь и заснуть, а я пойду и сама, вот как тот человек сидел на краешке моего, явно, это явно он раздумывал, у него была идея прыгнуть туда, все понятно. Вы его спасли, а он вам, поскольку вы переключились, вы стали заниматься, вам тоже, вы тоже улучшили свое состояние, но вы его, скорее всего, спасли, скорее всего. Может быть, он бы и не сделал бы этого, вот, а может быть, и сделал, то есть он раздумывал, понимаете? Ой, вы видели, он с меня бочком, бочком, глаза как пять копеек. А он молодой был, молодой? Да, молодой, ну до тридцати, наверное. Ну вот, 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 вот видите вам, как вы это все и увидели, вы ему помогли, вы его отвлекли, вы сказали, понимаете, вот, и все, и у него это переключилось, и он, значит, встал и ушел, но, если он не лечился, возможно, он уже и совершил что-то, понимаете? Никто же, это давно было? Да, восемнадцатый год. Ну вот, понимаете, всякое, он может быть и в жизни, может быть, он лечится, а может быть, он уже и выполнил это свое желание и так далее, всякое, там всякое, но вы должны об этом знать. Хорошо, вопросов нет, значит, будем завершать. Нет, вы поняли, да, я хотел же вам ломотрежин схему, секундочку. Ага, а там первый эффект через месяц или вообще как это? Я не понял, я не понял, что? А первый эффект сглаживания, облегчения, это когда теоретически? Вы знаете, вы знаете, я не знаю когда, значит, вы должны только понять одно, есть эффект, нет эффект, вы должны это принимать без перерыва, тогда будет эффект. Эффект может поздно начаться, минимум через три месяца, а может и раньше, понимаете? Я поняла вилку, я не могу вам сказать когда, я не могу вам пообещать. Конечно, через сутки, это вот я для себя усвоила. Да, да, нет, через сутки это когда из депрессии в манию или из мании в депрессию, там через сутки. А тут, тут минимум, минимум, квартал, три месяца, минимум, я вам опять повторяю, помогает, не помогает, не менять лечение, а упорно бить в одну точку, продолжать это лечение, и тогда оно проявит свой эффект. А если вы начнёте менять, а потом вас уговорят, я тебе нужен антидепрессант, вы... Нет, по антидепрессантам я усвоила, да, что они могут вообще усилить, это, да, тут у меня нет заблуждений. Вот и всё, вот и всё, ламатриджин это единственный, который при депрессии помогает. Это литий, который... Не понял. Литий? Нет, ламатриджин, это не литий, ламатриджин. Литий это тяжёлый препарат, там надо проверять, это металл, там интоксикация идёт, ламатриджин это гораздо мягче действует. Это не надо срез делать, ну, кровь там сдавать. Да, да, там надо проверять, понимаете, вот. Здесь надо проверять тоже, да. Литий, литий это старый препарат, тяжёлый препарат, поэтому начните с ламатриджина. Сейчас я вам брошу схему. А ламатриджин это вольпроевая может что-то? Нет, это не вольпраат, вольпраат это вольпраат, вольпраат вам не надо, а то волосы начнут выпадать. О, Господи, поняла, ладно. А ламатриджин там, там тоже есть проблема, зуд, если появится высыпание зуд, надо прекращать немедленно лечение и мне написать. Так, сейчас я вам схему. А писать вам куда, в скайп или вот в скайп? В скайп, в скайп, в скайп, в скайп. Так, сейчас, сейчас я вам брошу, секунду. Значит, если будет зуд, то бросить ламатриджин. Да, зуд или высыпание немедленно, не рисковать. Так, вот я вам посылаю. И вот тут схема, по схеме идей, потому что никто вам эти схемы расписывать не будет. Вот он появился справа. Ага. И вот в конце там пишется, важно знать, КВ, при появлении у вас на фоне терапии ламатриджином кожных высыпаний или кожного зуда немедленно прекращайте лечение этим норматимиком. А вот карбазепин, я не знаю, что это, появилось что-то не то. А ничего, это... Это случайно, там и следующее идет, да, второе. Вот и все. Все, вот так вот. Значит, ваша задача сейчас убедить, значит, больничный берите, сидите на больничном, убедить врача, чтобы он сразу же назначил вам вот эту терапию. Все. Вот и все. И чтобы все-таки подтвердили, и чтобы они хорошенько с вами поговорили, диагноз у меня уже, скажи, есть. Все. Вы можете только подтвердить, и все. И ни в коем случае антидепрессанты не используют. Они вам не помогут. Все. До свидания. До свидания, Джордж. Благодарю. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Ну вот, видите, вот вам опять бар. Вот вы что хотите. Понимаете? Вот и все. Я вам объясню почему. Потому что это тяжелое заболевание. Ну вот, вы же видите, но ничего другого нет. А девочка все хорошо описала. Две фазы. Депрессивная фаза. Вот пятница, да. Раптус был. Била, кричала. Ну и маниакальные фазы. Она тоже хорошо описала. Вот вам и все. Все. Слушайте. Сегодня уже 8 октября. Смотрите, как время летит. До свидания.